Роски — это сила воли элементалей. От удивления Чусянь замерла с открытым ртом. Сила воли элементалей — уникальная техника для питомцев царства элементалей. Если сила воли питомца достаточно сильна, он может продолжать творить заклинания, не обращая внимания даже на атаки и наносимый противником урон. Скорость создания техники заморозки оказалась достаточно медленной. Как только тысячи ветряных плетей феи бури сошли на нет, фея ледяного воздуха наконец завершила свое заклинание. Температура воздуха стала стремительно падать. На поле боя появилось множество крошечных ледяных кристаллов. Они мелкой ледяной пылью накрыли голову носорога света, разразившись чудовищной ледяной аурой, которая отчаянно вторглась в тело носорога. Тело носорога света окутано горячим свечением, которое поглотило часть ледяной пыли, но скорость появления последней была намного быстрее, чем скорость исчезновения. Постепенно сияние потухло, и ледяные кристаллы покрыли броню носорога света, полностью заморозив его массивное тело. Эффекты заморозки затрагивают все в радиусе 50 метров от эпицентра ее применения. 50-метровый круг на поле боя был полностью покрыт льдом, взастывшим в его центре носорогом света, сейчас превратившимся в ледяную скульптуру без шанса освободиться от сковавшего его льда. Увидев полностью замороженного носорога света, даже Чудзя оказался полностью подавлен. Наложение техник, микроконтроль, искусное использование техник, полное раскрытие всех возможностей ледяного атрибута, мощь влияния ледяного кристалла черного льда. Фея ледяного воздуха сейчас продемонстрировала боевую мощь, полностью превосходящую не только статус бойца, но даже многих высококлассных командиров с отличным талантом. Нужно ли продолжать? Равнодушно поинтересовался посмотревший на Чудзя чуму. Он уже вывел из строя двух командиров седьмого ранга, которые смогли нанести феи ледяного воздуха лишь незначительный ущерб. Оставшаяся фея бури восьмого уровня седьмого ранга точно не сможет справиться с ней в одиночку. Лицо Чудзя окаменело. Во всем клане великих чу-людей, способных с помощью одного духовного питомца разделаться с тремя питомцами можно пересчитать по пальцам рук. Откуда ему было знать, что у Чусянь такой ужасно могущественный младший брат? На мгновение он не совсем растерялся и не знал, что делать дальше. Что касается Чусянь, она с самого начала боя не переставала поражаться. Уверенность в себе, плюс нынешняя сила чуму. Узрев это лично, Чусянь никак не могла поверить в то, что этот таинственный человек действительно тот чуму, который потерял свою душу. Конечно, конечно это всего лишь фея ледяного воздуха седьмого уровня шестого ранга, как она может меня победить? Осознавая то, что его одолел один единственный духовный питомец неизвестного никому дрессировщика, разве может он проглотить этот позор? Превратив охвативший его стыд в гнев, Чусянь приступил к чтению заклинания, рассчитывая заменить духовного питомца. Чусянь пошел прочь вместе со своими ничтожными духовными питомцами, внезапно на поле боя раздался голос. Этот голос был неторопливым, но в нем чувствовались командные нотки. В тот момент, когда Чусянь собирался призвать своего питомца, он услышал этот голос, и его тело задрожало от страха, от чего заклинание мгновенно прервалось. Он вопросительно взглянул на стоявшего на краю поля боя человека, которого все это время не замечал. У этого человека были черные волосы и прекрасное белое лицо, с утонченными чертами. В его взгляде было полно высокомерия и презрения, но стоило ему только посмотреть прямо в глаза тому, кто ведет себя вызывающе, и у этого человека сразу же в сердце зарождается тревога. Старший брат, старший брат, я-я всего лишь на секунду оказался небрежен. Этот третьесортный отброс, я могу быстро с ним расправиться, как только Чусян узнал этого человека, он тут же стал оправдываться, зайкаясь от волнения. Парень медленно приближался к ним. Он выпустил немного огненной ауры, которая тут же рассеяла подступивший холодный воздух, царивший на этом поле боя, и спокойно пошел дальше. Парень улыбнулся и медленно произнес, отзови своих духовных питомцев, ты ему не соперник. Большой брат, Чуцзя, похоже, очень боялся своего брата, да настолько, что даже не смел спокойно стоять рядом с ним. Когда появился этот человек, лицо Чусян побледнело, и в ее взгляде смешалось гамма чувств, от испуга, до большого уважения. Разве могла Чусян не узнать этого человека, ведь это был брат Чуцзя, знаменитый в клане Чуюе. Чуюе – выдающийся представитель экспертов молодого поколения в клане великих Чу. Множество людей в регионе Вагу знают его, а многие молодые девушки были безумно от его прекрасных глаз. Однако, по слухам, этот парень был очень ненадежным человеком, заведя отношения со многими девушками. Фея ледяного воздуха этого друга действительно сильна. С ней не смогут совладать даже некоторые командиры высшего класса. Вряд ли ты обычный безызвестный эксперт, так может быть ты назовешь мне свое имя? С улыбкой медленно произнес Чуюе, внимательно наблюдая за Чуму. Чучен ответил Чуму. Увидев, как начал действовать этот парень, он сразу почувствовал отвращение к нему. Чучен, увы, но я не слышал такого имени. Ты можешь одним своим питомцем справиться с моим бесполезным младшим братом, а значит ты обладаешь кое-какими способностями. Тем не менее, в клане великих Чу полно отличных экспертов, и тебе бессмысленно тут демонстрировать свою силу. В конце предложения интонации Чуюе стали более резкими. Поскольку ты можешь одной своей феей одолеть трех духовных питомцев моего брата, то и я, Чуюе, буду контролировать только одного питомца. Ты можешь призвать всех, кого хочешь. Если ты сможешь одолеть меня, этот духовный кристалл чистого ледяного атрибута, стоимость которому один пять миллиона золотых будет твоим. Глава 256. Я втопчу его в землю, поскольку ты можешь одной своей феей одолеть трех духовных питомцев моего брата, то и я, Чуюе, буду контролировать только одного питомца. Ты можешь призвать всех, кого хочешь. Если ты сможешь одолеть меня, этот духовный кристалл чистого ледяного атрибута, стоимость которому один пять миллиона золотых будет твоим. Чуму замолчал, ведь он совершенно не ожидал того, что этот парень сделает столь наглое предложение. Кто такой Чуму? Если не считать большие фракции, такие как клан великих Чу, трудно найти в регионах эксперта, который сможет составить ему конкуренцию. Вполне возможно, что даже Чука из первой пятерки царства не осмелится быть настолько высокомерным и использовать в бою против чуму только одного духовного питомца. Но этот Чуюе, значительно уступающий ему в уровне, осмелился предложить такое. Это Чуюе, влетевшая верхом на своем крылатом духовном питомце Чуси внезапно для себя увидела Чуюе. О, неужели это младшая сестра Чуси? Улыбаясь, произнес Чуюе, увидев влетевшую Чуси. Увидев, что парень, которым одержимо бесчисленное множество девушек, на самом деле помнит ее, она тут же расцвела от радости. Если бы этот вселенских масштабов глупеть Чучин, она бы давно уже сломя голову бросилась бы флиртовать с Чуюе. Чучин, ты, разве я не говорила тебе не вести себя по-хамски? Я же рассказала тебе о том, насколько силен Чуюе. Он не из тех людей, которых может спровоцировать человек из небольшого клана. Быстро извинись перед ним, иначе может ты не понесешь ответственности за это, но вот твоя сестра точно пострадает из-за твоих бесчувственных действий. Подлетая, Чуси услышала, как Чуюе предложил сражаться в составе один против трех питомцев. Исходя из этого, она сделала вывод, что этот младший брат Чусянь, прибывший из провинциального городка, оскорбил Чуюе, поэтому сходу начала строго отчитывать чуму. Услышав сказанное Чуси, Чусянь помрачнела, как она смеет заставлять чуму извиняться перед ними. Не говоря уже о том, что вина чуму тут совсем нет. В этот момент, закусив губу, она взглянула на Чуюе и Чуцзя, а после приняла решение извиниться перед ними от имени чуму, прежде чем ситуация начнет развиваться в скверную сторону. Мой младший брат импульсивен, и он не обучен манерам, поэтому ненароком оскорбил старшего ученика Чуюе. Пожалуйста, простите, начало просить прощения Чусянь, слегка поклонившись. Чуюе никогда не был добропорядочным парнем. Как только он попал на это поле боя, на глаза ему попалось очаровательное тело Чусянь. Сейчас же, когда она, склонившись, излучает покорность извиняясь перед ним, в его взгляде отразились раздумья, которые очевидно закончились каким-то планом. Не нужно извиняться, мне как раз не хватает духовного кристалла ледяного атрибута седьмого ранга, сказал чуму своей сестре, отодвигая ее назад. Это совсем иная сфера развития. Независимо от того, можешь ты это понять или нет, мы все равно окажемся в невыгодном положении. Чуму, послушай сестру, Чусянь, естественно, попыталась переубедить Чуму. Юный господин, этот Чуюе ведет себя слишком отвратительно. Если вы не набьете ему его вонючую морду, я, старший Сюань, не смогу спокойно спать. Юный господин, не стесняйтесь действовать так, как вам будет угодно. Несколько важных людей из клана великих Чу, состоят в духовном дворце. Как только вы закончите его избивать, я, старый Ли, немедленно использую декрет духовного дворца ее высочества, чтобы слегка припугнуть их и вынудить подавить тех людей из старшего поколения, которые любят вставать на защиту своему младшему поколению. Вы можете действовать среди экспертов молодого поколения так, как вам будет угодно. Я обещаю, что эти старики не посмеют и пальцем вас тронуть, передал старый Ли, используя свои духовные исследования. Любин Лань не просто отправила старого Ли вместе с Чуму в качестве ходячей энциклопедии. Благодаря тому, что старый Ли знает множество людей, Любин Лань передала ему декрет духовного дворца. Все это из расчета на то, что, если кто-то из старших попытается помешать Чуму, старый Ли сможет без колебаний использовать переданный ему декрет духовного дворца и, взяв ситуацию под свой контроль, защитить ее сына. Для многих слово декрет ассоциируется с декретным отпуском у женщин, тогда как изначально значение этого слова – постановление верховной власти правителя. Что еще за декрет духовного дворца? В замешательстве спросил Чуму, так как Любин Лань ничего не рассказала ему об этом. Декрет духовного дворца – это специальный орден, который есть только у тех, кто обладает высшей властью в духовном дворце. В Западном царстве фракция духовного дворца немногочисленна, но многие эксперты клана Великих Чу, путешествующие по миру, зачастую полагаются на влияние духовного дворца. Они должны быть благоразумны. Как только они увидят этот декрет духовного дворца, они не посмеют проявить в отношении вас и капли неуважения. Ее Высочество понимает, что вы сейчас оказались уязвимы, с вашим то характером и тренироваться самостоятельно. Поэтому она, беспокоясь о вас, приказала мне поддержать в вас, если вы попадете в ситуацию, где требуется вмешательство высокого уровня. Кроме того, ее Высочество сейчас как раз должна в поисках информации о мировом вечном льде находиться в Западном царстве. Если клан Великих Чу посмеет каким-то образом обидеть юного господина, ее Высочество сразу же придет и перевернут весь клан Великих Чу с ног на голову, объяснил Старый Ли. Столкновение между молодыми поколениями – это не то, во что должно вмешиваться старшие поколения. Это уже стало негласным правилом во многих фракциях. Конечно, подоплека этого правила заключается в том, что ты должен иметь за спиной человека, на которого ты можешь положиться. До этого Чуму опирался на власть Дворца Кошмара, поэтому он мог небрежно растоптать любого эксперта молодого поколения, и ни один из представителей старшего поколения не смел ему мстить. В конце концов, если бы они попытались отомстить, у экспертов старшего поколения Дворца Кошмара появилась бы причина их убить. Тем не менее, теперь, когда Чуму не может полагаться на Дворец Кошмара, перед Великими Фракциями он, естественно, должен быть более сдержанным. Чуму не ожидал, что Лю Бен Лань перед своим уходом оставит ему защитный зонтик, и он сможет защитить его от проблем со старшим поколением клана Великих Чу, с которыми опасался столкнуться Чуму. Теперь, не волнуясь о последствиях, он может растоптать любого, будь то Чу Цзя, Чую или Чука. Взмахом руки Чуму остановил Чу Сянь, которая пыталась его остановить. Даже не будь за его спиной, Лю Бен Лань, он не стал бы извиняться перед каким-то самовлюбленным дебилом, ну, а уж если у него есть защита. Чуму нет нужды и дальше сдерживать свое дикое сердце. Тогда призови своего духовного питомца, позволь мне лично убедиться, на что ты способен, с насмешкой в голосе, произнес Чу Ю Э. Чу Чен, не оскорбляй Чу Ю Э, иначе тебе придется столкнуться с последствиями, посоветовала Чу Си. Но Чуму полностью проигнорировал предупреждение двух девушек и стал медленно зачитывать заклинания. Поскольку это был бой трое на одного, Чуму не стал вести себя вежливо. Отозвав своего громового зверя, он тут же призвал в бой оставшихся двух духовных питомцев. Дьявольский боевой древень шестого и мой е пятого рангов. Суммарная сила трех призванных Чуму духовных питомцев слишком низка. С их способностями нельзя рассчитывать на слишком многое. Против дрессировщика-эксперта высокого уровня, но Чуму контролировал своих духовных питомцев куда умнее и умелее, чем глупый и неуклюжий Чу Цзя. Увидев, что оба призванных Чуму питомца слишком невзрачны, на лице Чу Ю Э промелькнуло презрение, так как он уже догадывался о том, что кроме фей ледяного воздуха у него не будет ничего более презентабельного. Только такие духовные питомцы. Если ты действительно хорошо сражаешься, не мог бы ты завести себе какого-нибудь духовного питомца с более хорошими способностями? Закатив глаза спросила Чуси, посмотрев на призванных питомцев. Она не видела, как фея ледяного воздуха победила Чу Цзя, а личные способности этой девушки были посредственными, поэтому вполне естественно то, что она не может определить то, что духовные питомцы Чуму были усилены, а их боевая мощь и способности не так просты, как может показаться с первого взгляда. Их ранг и уровни невысоки, но их атрибуты с виду выглядят довольно хорошо. Но независимо от того, как сильно ты укрепишь их атрибут, без высокого ранга и уровней своих питомцев ты никогда не станешь настоящим экспертом, посмеиваясь начал критиковать Чу Ю Э. После этого Чу Ю Э также зачитал заклинание и приступил к призыву своего духовного питомца. Чу Ю Э пальцем сформировал несколько светящихся кругов с рунами внутри них, собравшихся вокруг его руки. Сформировавшись в единый узор, он щелчком пальцев отправил их на землю в пяти метрах от себя. Неспешно сияя равномерным светом, духовная печать стала наливаться ослепительным сиянием. Это Чу Си и Чу Цзя посмотрев на печать призыва тут же удивились. Каждый в клане великих Чу знает всех духовных питомцев Чу Ю Э. Эта ослепительно сияющая духовная печать принадлежала одному из главных духовных питомцев Чу Ю Э. Фиолетовый Сы Нила. Фиолетовый Сы Нила. Царство зверей, крылатый и звериный тип. Вид Сы Нила, подвид. Фиолетовый Сы Нила, духовный питомец статуса командир высокого ранга. Фиолетовый Сы Нила питомец двойного типа, крылатого и звериного. У него огромные великолепные фиолетовые крылья, крепкое тело, а также длинный фиолетовый рог на лбу, который сияет ослепительным светом. Лучится мощной энергией и выглядит так, словно может пробить почти все, что угодно. После появления фиолетового Сы Нила второго уровня седьмого ранга по всему полю боя разбежались еле уловимые электрические разряды, встревожив всех находившихся здесь. В печати призыва медленно проявились массивные фиолетовые крылья и стальное тело, окруженные невидимой аурой. Старший Чу Ю Э, ведь нет необходимости быть настолько серьезным, не так ли? Этот духовный питомец обладает такой боевой силой, что даже у Чу Си лицо резко стало серьезным, так как она совершенно не ожидала, что Чу Ю Э призовет в бой невероятно мощного фиолетового Сы Нила. Хе-хе, духовные питомцы вашего друга достаточно сильны. Если я не призову одного из основных своих духовных питомцев, я, возможно, даже не смогу победить его лишь одним питомцем, сказал Чу Ю Э. Хотя это звучало так, будто он хвалит способности Чуму, он все же не смог скрыть своего высокомерия по отношению к нему. Если Чу Ю Э был высокомерным, то Чуму был куда более властным человеком. Глядя на фиолетового Сы Нила, Чуму мог только догадываться о его реальной боевой силе, и поэтому он равнодушно сказал. Три минуты. Какие три минуты, ты продержишься три минуты? Я предлагаю тебе даже не драться. Учитель скоро будет здесь, и извинений будет достаточно, чтобы положить конец этому, спросила Чуси, не понимая, что имеет в виду Чуму. Я разберусь совсем за три минуты, легко произнес Чуму, и больше не тратя время на этих невежественных дураков, отдал прямой приказ своим питомцам атаковать врага. Фея ледяного воздуха отреагировала быстрее всех, тут же начав зачитывать слова заклинания. Она создавала еще одну формацию ледяных мечей. В небе над ней тут же появилось огромное количество ледяных кристаллов черного цвета, тут деобъединяясь в двадцать восьмиметровых ледяных мечей. Наложение. Снова прозвучало заклинание феи, практически мгновенно завершая создание ледяной техники. В этот же момент над полем боя появилось сорок страшных ледяных мечей. Тени черных ледяных мечей, нацеливших свое острие вниз, накрыли поле боя, давя своей массивностью на людей. Когда фея ледяного воздуха создала такую внушающую ужас технику ледяного атрибута, Чуси сильно побледнела. Она внимательно посмотрела на нее, пытаясь убедиться в том, действительно ли это фея ледяного воздуха, а не ледяная фея черного кристалла. От зависших высоко в небе ледяных мечей засквозила холодным воздухом. Почувствовав пугающую силу контроля феи ледяного воздуха над своим ледяным атрибутом, Чую тоже нахмурился. Чую появился на поле боя в тот момент, когда фея ледяного воздуха воспользовалась отложенным наложением формации ледяных мечей, поэтому он посчитал, что она обладает только достаточно сильным микроконтролем. Он не думал, что она умеет использовать технику наложения и призовет 40 ледяных мечей. 40 ледяных мечей, их внушительное давление не уступает техникам 7 ранга. С учетом способностей феи ледяного воздуха контролировать лед и благодаря усилению черным кристаллом, мощь этой техники оказалась около 8 ранга. Глава 257. Приглашение на соревнования среди молодого поколения духовный питомец, который способен использовать технику 7 ранга мощи, может считаться относительно грозным. Ну, а тех, кто может достичь практически 8 ранга и более, и могут свободно контролировать их, можно назвать питомцами высших экспертов своего поколения. Безграничная перемена. Убедившись в том, что фея ледяного воздуха чуму точно необычно, Чую и отмел свою небрежность. Он немедленно приказал своему фиолетовому сынлу использовать свою самую мощную защитную технику. Внезапно фиолетовый сынла стал быстро взмахивать крыльями. Постепенно вокруг него стал завиваться необычный фиолетовый торнадо. Сопровождаемый необычными изменениями в окружающей среде вокруг тела фиолетового сынла засвистели беспорядочные порывы ветра. В то же время в его сторону устремились 40 ледяных мечей, управляемых феей ледяного воздуха. Сейчас она контролировала каждый меч по отдельности. Огромные ледяные мечи длиной в 8 метров неуклонно приближались к телу фиолетового сынла. Но его окруженное необычным ветром тело постоянно перемещалось из одного места в другое. Благодаря этой технике он смог избежать столкновения с 30 ледяными мечами. У фиолетового сынла оказались действительно потрясающие способности уклонения. Увидев, как фиолетовый сынла перемещается с места на место и уклоняется от ледяных мечей, Чудзя с улыбкой на лице подумал, все-таки старший брат это старший брат. Он действительно способен уклониться от этих умело контролируемых ледяных мечей. 30 ледяных мечей пролетели впустую, а оставшиеся 10 были полностью заблокированы крыльями и защитой тела фиолетового сынла. Поэтому тревожится ни о чем. Чую и сам довольно улыбнулся. Он хорошо знал своего питомца и понимал, что уклонившись хотя бы от 20 ледяных мечей он покажет достойный результат. Но его питомец решил продемонстрировать всю свою мощь, не дав потерять лицо своему хозяину в первые же мгновения боя. Последние 10 мечей со звоном столкнулись и разбились от тела фиолетового сынла. На землю осыпалось огромное количество разбитого льда. Защита тела фиолетового сынла достигла промежуточного уровня 7 ранга, и 10 ледяных мечей просто не смогли нанести ему какого-либо реального вреда. Однако в тот момент, когда Чую и собрался приказать фиолетовому сынлу атаковать фею ледяного воздуха, на его глазах развернулась шокирующая сцена. Чую и, Чуцзя, Чусяни Чуси как громом пораженные смотрели на невероятное действие. Глаза феи ледяного воздуха ярко вспыхнули светом, и 30 ледяных мечей, промахнувшиеся и собирающиеся упасть на землю, внезапно выровняли свою траекторию, пролетев параллельно земли и развернувшись по крутой дуге. Следом за этим они с резким свистом снова устремились к фиолетовому сынлу. Чую и удивленный этим ходом, еле успел отреагировать. Он поспешно использовал фиолетового сынла. Он поспешно окликнул своего питомца, приказав ему снова защитить свое тело крыльями. У его крыльев защита немного лучше, чем у тела, но он не успел подготовиться как следует, и 30 ледяных мечей поразили его тело. Они опускались на его тело, разбивались на крошечные осколки, но каждый из ледяных мечей хоть немного, но подбрасывал его все выше и выше в воздух. Цепи демонической древесной. В то время как фея ледяного воздуха занялась фиолетовым сынла, дьявольский боевой древень подготавливал свою духовную технику. И в тот момент, когда иссякли 30 ледяных мечей, он резко выбросил свои внезапно удлинившиеся руки вперед. В мгновение ока они превратились в две непрерывно удлиняющиеся древесные цепи. Пронзив воздух, они точно упали на подлетевшие на 50 метров в воздух тело фиолетового сынла, опутав его. Выражение лица чую и заметно изменилось, даже если защита его питомца способна выдержать удары ледяных мечей. Из-за их непрерывной бомбардировки фиолетовый сынла оказался сбит с толку и на некоторое время не способен использовать свои духовные техники. Цепи демонической древесной успешно связали фиолетового сынла, а благодаря своей крови звериного типа у дьявольского боевого древня достаточно сил, чтобы сдержать его и перенести с помощью цепей поближе. Джанье, черные шипы. Чуму включил в дело и Мойе. Джанье уже давно с нетерпением подготовился. Как только дьявольский боевой древень подтянул к ним фиолетового сынла, он мгновенно устремился к тому месту, куда враг должен был упасть. Остановившись там, он спокойно за меры использовал свою технику, преобразившая его чернильную броню и нарастившую на них острые черные шипы. Фиолетовый сынла летел к земле, и как только он упал, его тело мгновенно пронзили крайне острые шипы черной брони. Джанье впервые за все время землю окропила свежая кровь. Среди всех питомцев в чуму, Джанье был чуть ли не самым охочим до битв. Как только враг приземлился на его шипы, Джанье освободился из-под него. А затем он с яростью ударил всем своим телом в упавшего врага, снова пронзая его своими шипами, которые к обычному физическому урону еще несли эффекты темной эрозии. Фея ледяного воздуха, ледяная броня черного кристалла. Использованная на Мойе защитная техника фея увеличила его оборонительные возможности на один ранг. Джанье питомец пятого ранга развития. И если не увеличить его защиту, то какой бы экстраординарной ни была его живучесть и выживаемость, как бы сильно он не целился за свою жизнь, он не сможет убить фиолетового сынла. Фиолетовый сынло уже получил серьезный урон, но эти атаки не могут действительно вывести его из строя. Он уже начал безумно рвать на себе деревянные цепи дьявольского боевого древня. Ветви и корни дьявольского боевого древня усилены демонической древесной, поэтому они более гибки, чем у обычного древесного атрибута. Фиолетовому сынло пришлось очень постараться для того, чтобы освободиться от цепей. Но, к его несчастью, у дьявольского боевого древня есть тройное использование техник. Духовные питомцы древесного атрибута и так обладают огромным преимуществом перед питомцами крылатого типа. С учетом того, что боевой древень способен использовать три разных техники одновременно, в тот момент, когда беспомощный фиолетовый сынло рухнул на землю, не имея возможности воспользоваться одной из своих мощных духовных техник, он заведомо был обречен и лишился шанса вырваться из цепких рук дьявольского боевого древня. После использования формации ледяных мечей, фия ледяного воздуха не собиралась оставаться в стороне. С помощью микроконтроля она аномально точно посылала в тело сынло одну технику, за другой. Из-за черных шипов брони Чжанье защита фиолетового сынло значительно снизилась. В результате техники ледяного атрибута получили возможность прорваться в тело врага. У него всего лишь шестиранговые фия ледяного воздуха и дьявольский боевой древень, а также мой е пятого ранга. Тем не менее он сумел довести командира седьмого ранга усиленного духовного питомца крылатого типа до такого состояния, что он сейчас не способен даже двинуться. Не говоря уже о применении техник, Чжусянь с удивлением смотрела на успехи Чуму. По правде говоря, у этих трех духовных питомцев Чуму не было никакой координации во время этого боя. С другой стороны, боевая мощь каждого из них была далеко не столь простой, как их ранг и уровень. Если бы они смогли скоординироваться и отработать командное взаимодействие, то даже Моссе не удастся получить преимущество в бою против них. Сочетание сковывающих и защитных техник древесного атрибута всегда было головной болью для многих духовных питомцев. Мощная оборона и ужасающая наступательная мощь ледяного атрибута стали основным козырем этого боя. Смелый ближний бой Мое, который окончательно лишил противника возможности воспользоваться духовным техниками. Если эти духовные питомцы были бы еще и скоординированы, то они точно смогли бы компенсировать недостаток в ранге и уровне. Под непрерывными атаками трех духовных питомцев число ран на теле фиолетового Сыньла все увеличивалось. У стоявшего в стороне Чуюэ кожа лица уже стала пепельно-белого цвета. Старший брат, старший брат отзови своего духовного питомца. В противном случае, с испуганным лицом начал молить Чудзя. Сложившаяся ситуация оказалась очень странной. Фиолетовый Сыньла просто не сможет воспользоваться духовными техниками под непрерывными атаками трех духовных питомцев и теперь вынужден непреклонно терпеть урон. Если его не отозвать в ближайшее время, он определенно будет убит. Чуюэ яростным взглядом впился в Чудзя. Может быть, он не хотел отзывать своего духовного питомца? Проблема заключается в том, что, если он сейчас отзовет своего питомца, он будет опозорен и ему будет стыдно показаться на людях. После того, как Чусянь немного отошла от шока, ее прекрасные глаза заблестели. Три духовных питомца Чуму продемонстрировали исключительную боевую мощь. По крайней мере, они смогли одолеть фиолетового Сыньла Чуюэ, которого Чусянь до этого момента считала непобедимым. Прошло немало лет с тех пор, как Чуму стал дрессировщиком духовных питомцев. Тем не менее, он смог натренировать своих духовных питомцев так, что они смогли стать столь могущественными. С самого детства Чусянь знала, что Чуму как дрессировщик духовных питомцев наделен уникальным талантом. Он постоянно изучал их и обладает глубокими знаниями, несравнимые со знаниями обычных дрессировщиков духовных питомцев с десятками лет опыта за спиной. Она всегда считала, что однажды наступит день, когда он точно станет экспертом. И сейчас Чуму явно отбросил тоску и тревогу, обуревающие его с момента потери души. В душе Чусянь всегда надеялась и ждала этого дня, когда он продемонстрировал настолько впечатляющую силу. И сейчас она не могла подавить волнение в своем сердце. Вернись. Наконец Чу Юэ произнес заклинание отзыва. Если бы он и дальше продолжил медлить, его духовный питомец погиб бы. После того, как Чу Юэ отозвал своего духовного питомца, Чуму в свою очередь отозвал Чжанье. Чу Юэ неожиданно проиграл, Чуси все еще не отошла от шока, и с недоверием смотрела на Чуму. Чу Юэ известная личность в клане великих Чу. Даже сражаясь тремя питомцами против него с одним, мало кто может вырвать преимущество из его рук. Поэтому то Чу Си не думала о том, что брат Чу Сянь, явившийся к ней из маленького провинциального городка, сможет победить одного из главных духовных питомцев Чу Юэ. Ты проиграл. Теперь вы обязаны оставить ее в покое. Также я заберу ваш духовный кристалл, произнес Чуму одновременно протягивая руку и забирая духовный кристалл седьмого ранга к себе в пространственное кольцо. Чу Юэ не смог и дальше сохранять свою надменную улыбку, смотря на одетого в белые одежды Чуму. Окружающим было отчетливо видно, как гневно вздымается его грудь. Немного запоздала, но Чу Юэ все-таки неожиданно улыбнулся и обратился к Чуму. Ахахаха, я действительно и подумать не мог о том, что такой талантливый человек появится в маленьком клане Чу Сянь. Даже во всем клане великих Чу найдется немного экспертов молодого поколения, кто способен тремя духовными питомцами одолеть моего фиолетового сына. Но ты смог это сделать, а значит ты чего-то стоишь. Искренний смех Чу Юэ помог Чу Ся не Чу Си расслабиться и вздохнуть с облегчением. Все это время они смотрели на мрачного Чу Юэ и ожидали неминуемого взрыва. Очевидно, даже скрипя зубами, но он смог рассмеяться. Он много смеется, но в его взгляде чувствуется злой умысел. Он явно очень проницателен, с презрением в голосе прошептал старый Ли. Чу Муэ сам видел, что Чу Юэ расчетливый и злопамятный человек, а потому лишь кивал с апатией на лице. В следующие несколько дней пройдут соревнования среди учеников клана великих Чу. Чу Сянь обязательно приведи своего брата, чтобы он посмотрел на них. Если тебе не сложно, расскажи ему о том, как можно присоединиться к нашему клану великих Чу, продолжил Чу Юэ. После того, как Чу Юэ закончил говорить, он спокойно ушел с тренировочного поля боя. Да, Чу Сянь не ожидала таких слов от Чу Юэ, поэтому могла только кивнуть вдогонку. Чу Чен, друг, помни, что ты обязательно должен посетить это мероприятие. Я могу порекомендовать тебя в качестве молодого эксперта из побочной ветви. Там очень щедрая и ценная награда, и я уверен, что ты сможешь занять достойное место. Благодаря этому люди клана великих Чу взглянут на тебя в ином свете, и их уважение к тебе точно возрастет. Проходя мимо Чу Му, Чу Юэ специально задержался, и с улыбкой намеренно подчеркнул сказанное ранее. Мы поговорим об этом позже, Чу Му не стал ни соглашаться, ни отказываться. Глава 258. Скрытое название «Ты почему еще здесь?» Остановившись, Чу Юэ оглянулся на ошеломленного Чу Цзя, и нахмурился. Когда Чу Цзя увидел, что Чу Юэ недовольно смотрит на него, его лицо слегка изменилось. Он тут же сорвался с места и быстро засеменил к Чу Юэ. Со страхом в сердце он следил за выражением лица его старшего брата. Чу Цзя отлично понимает характер Чу Юэ. Он не проявит и капли милосердия по отношению к тому, кто его прилюдно унизил. Как только они покинули территорию тренировочной площади, настроение Чу Юэ кардинально изменилось. В его взгляде алел огонек ярости и злости, а уголки губ нервно дрожали. Большой брат, следовавший следом за ним, Чу Цзя тщательно подбирал слова своего вопроса. Хаймыв, и ты тоже поверил в то, что я действительно желаю, чтобы он присоединился к нашему клану великих Чу? Усмехнулся Чу Юэ. Тогда почему старший брат хочет, чтобы он принял участие в грядущих соревнованиях в качестве представителя одной из ветвей клана? Спросил смутившийся Чу Цзя. Уж он точно может сказать, что с темпераментом Чу Юэ, после проигрыша в этом бою он стал бы использовать совершенно иные методы, чтобы отплатить Чу Чину вдвойне. Я хочу убить всех его духовных питомцев, сказал Чу Юэ с холодным выражением лица. Чу Юэ недооценил силу Чуму, что привело к тому, что он опозорил свое имя на виду у других. Из-за этого он заставил себя действовать как добродушный и справедливый человек, который по достоинству оценил способности того человека. Чу Юэ никогда не был открытым человеком, так как его духовный питомец не способен в одиночку справиться с тремя духовными питомцами того парня, он использует официальные соревнования и прикрываясь его правилами убьет всех питомцев Чуму. Кроме того, ты должен выбросить из головы все мысли об этой Чу Сянь, тут же предупредил он своего младшего брата. Большой брат, я с большим трудом, когда Чу Цзя увидел выражение лица Чу Юэ, он понял, что замыслил его брат, и тут же начал молить его. Ты глупец, ты уже обручен с молодой девушка из клана Цзя. Но если ты будешь замешан в плохих инцидентах, или опозоришь имя семьи, отец живьем сдерет с тебя шкуру. Знай свое место до тех пор, пока все вопросы касаемо твоего брака не будут решены, сказал Чу Юэ. Так как это сказал ему Чу Юэ, Чу Цзя не посмеет нарушить его приказа. Однако в своем сердце он проклинал этого бесстыдного развратного парня. Я и правда не ожидала, что у тебя настолько отличные способности. Чу Си внимательно посмотрела на Чуму, и вдруг осознала, что тот словно стал намного красивее. Его образ в ее сознании сопровождался таинственным чувством. Чу Сянь поглотила волнение. Взгляд ее чистых глаз на Чуму претерпел изменения. Сейчас ей до сих пор тяжело поверить в то, что Чуму, который почти не имел шанса стать дрессировщиком духовных питомцев, вырастить настолько сильным. Сейчас Чуму не было и 20 лет. Он достаточно недолго дрессирует питомцев, и через несколько лет станет намного сильнее. Нам стоит вернуться назад, равнодушно произнес Чуму, оглянувшись на Чу Сянь. По правде говоря, Чуму не считал силу Чу Юэ чем-то невероятным. Исходя из того, что он увидел в сражении с ним, его фиолетовый зверь не смог толком воспользоваться своими духовными техниками, что означает, что контроль этого человека над своими питомцами достаточно плох. Что касается того, что его называют высшим экспертом молодого поколения, который находится на равных с Чуму, Чу Си явно переоценивает его. На обратном пути Чу Сянь и Чу Си не умолкая осыпали его вопросами. Особенно Чу Си, чье пренебрежительное отношение, которое она демонстрировала по отношению к нему до этого, полностью исчезло. Вместо этого она все время спрашивала у него, как он смог так надрессировать свою фею ледяного воздуха. Фея ледяного воздуха шестого ранга смогла выполнить технику практически восьмого ранга силы. Такое не каждый день встретишь. Чу Си и сама владела феей ледяного воздуха, но, даже достигнув седьмого ранга, ее боевая мощь рядом не стояла с феей Чуму. Как тебе удалось заставить свою фею развить черный кристалл? Спросила Чу Сянь, который также был любопытен духовный питомец Чуму. Если фея ледяного воздуха обладает очень хорошим талантом, и она получает черный кристалл, ее способности становятся эквивалентны духовной феи черного кристалла статуса командир высокого класса. Поэтому, если существует способ, который позволяет феи ледяного воздуха получить черный кристалл, ее боевая мощь, безусловно, увеличится с огромным запасом потенциального развития. Духовная жемчужина черного кристалла, просто произнес Чуму. Э, но ведь цена на такую жемчужину достигает 5 миллионов золотых. Откуда у тебя столько денег? Удивилась Чу Сянь. Чуму оказалось сложно ответить на этот вопрос, поэтому он не стал вдаваться в детали. Вместо этого ушел от вопроса, изменил тему, спросив о соревнованиях клана Великих Чу. Это мероприятие является соревнованием, который клан Чу проводит каждый год внутри клана. Обычно только тот, кто вступил в клан Великих Чу, может принять в нем участие. Большинство из его участников, отправленные своими учениками подростки, которые должны оценить свою силу в сражении с другими фракциями. Каждый учитель отправляет двух представителей, которые и сражаются с членами других фракций. Одержавший победу получает щедрую награду, в то время как учитель этого человека и его фракция выигрывают возможность получить большее количество ресурсов клана на свое развитие. Чуси до сих пор не отошла от охватившего ее волнения, поэтому, как только Чуму задал вопрос, она тут же все рассказала ему. В этот раз из-за того, что клан посетила принцесс дворца кошмара, соревнования собирались отложить. Тем не менее, молодая принцесса явно приехала для того, чтобы провести бои с нашими молодыми экспертами. Поэтому глава клана решил, что принцессы и ее сторонники станут еще одной фракцией, и примут участие в клановых соревнованиях. Им им им, кто будет сражаться со стороны принцессы? Сразу спросил Чуму. До сих пор неизвестно, но точно примет участие тот самый Чуму. Что касается второго участника, это до сих пор нерешенный вопрос. Вполне возможно, что до нас просто до сих пор не дошли вести. Об этом мы узнаем наверняка через несколько дней, ответила Чусянь. Каков приз? Задал следующий вопрос Чуму. Ему сейчас больше всего интересна награда. В конце концов, на данный момент он остро нуждается в деньгах. Занявшие первые три места получат духовную броню, духовного питомца или духовный предмет, стоимостью 5 и более миллионов золотых. Затем следующие 7 мест получают вознаграждение в размере 3 миллионов золотых. Дальше 12 мест получат предмет стоимостью 2 миллиона. Ну и еще 20 мест получат сокровенность, ценой в 1 миллион монет. Эти награды присуждаются одержавшей победу команде. Если ты побеждаешь, члены твоей команды смогут получить вознаграждение от своего учителя. Клан Великих Чу все-таки клан Великих Чу. Награды, которыми она одаривает победивших учеников, были баснословно щедры. Фия Ледяного Воздуха талантлива и трудолюбива. Но чтобы она достигла своей мощи, ему пришлось затратить на нее почти 10 миллионов золотых монет. Но здесь же, если ты занимаешь одно из первых трех мест, тебя одарит огромным количеством ресурсов, которых хватит на то, чтобы воспитать мощного духовного питомца, не уступающего фее Ледяного Воздуха. Награда действительно оказалась слишком заманчива для Чуму. Поэтому вполне естественно его решение как следует обдумать вопрос участия в этом соревновании. Вернувшись во двор, Чуму уже был засыпан столькими вопросами Чусянь, что, сославшись на усталость, он ушел в выделенную ему комнату. Уже по привычке Чуму передал своему белому кошмару половину духовной энергии. Затем он принялся спокойно медитировать и развивать исследования. Когда за окном лежала поздняя ночь, вернулся старый Ле, который отлучался на поиске защитника для Чуму. «Юный господин, я привел к тебе одного старика», произнес старый Ле, взмахом руки указывая в сторону. «Смею предположить, что вы и есть тот самый юный господин. У вас и правда очень величественный вид и манера истинного эксперта. Этот старик не знал о том, что нас навестит юный господин. Пожалуйста, простите меня, не успел Чуму отреагировать на реплику старого Ле, как его слуха достиг странный старческий голос». Глава 259. Скрытое название Чуму воспользовался духовными исследованиями и обнаружил в углу своей комнаты странную тень, из которой в следующий миг появился старик с козлиной бородкой. «Кто ты?» Удивленным взглядом посмотрел он на этого старика. Он втайне от Чуму вошел в его комнату. Его развитие безусловно исключительно. Вполне возможно, что ему это удалось благодаря тому, что он и сам владеет техникой Чун Мэй, с помощью которой он соединил свою ауру с ночным духовным питомцем, что позволило движением его тела стать такими же странными, как и у демонов. Этот старик – один из семи ту духовного дворца. Линьинь ту и я выходцы из клана Великих Чу. В клане Великих Чу я занимаю позицию одного из четырех великих старейшин. «Юный господин, вы можете называть меня старым ту», с добродушным выражением произнес назвавшим себя старым ту старик. Чуму не очень хорошо разбирался в системе рангов духовного дворца и не понимал, что означает семь ту. Однако он удивился тому, что этот старик занимает место одного из четырех великих старейшин клана Великих Чу. Большие кланы, такие как клан Великих Чу, обычно имели главную и второстепенную семьи, чьи лидеры являлись первым и вторым патриархами клана соответственно. Ниже них были четыре Великих Старейшины, за которыми уже следовали клановые учителя, занимающиеся воспитанием учеников. Другими словами, этот человек обладал позицией, которая находится выше, чем у учителя Чусянь. Может быть, юный господин прибыл сюда, чтобы найти своего отца? Спросил старый ту, чуму не собирался спрашивать об этом, но старый ту упомянул об этом первым. Он быстро взглянул на старого Ли, воспользовавшись своими духовными исследованиями, спросил. Этот старик надежный? Надежный. По правде говоря, этот старик – старый друг вашего отца. В клане Великих Чу он единственный, кто защищает вашего отца. Однако вы же понимаете, что одно лишь слово этого старика не может изменить клан Великих Чу. Особенно в эти последние годы этот старик постепенно изолировал себя от окружающего мира и потерял немного влияния, сказал старый Ли. Чуму быстро кивнул. Раз вы старый друг моего отца, тогда этот молодой человек должен обращаться к вам как к дяде. Я не смею просить такого, тут же смутился старик. Юный господин, нет нужды быть настолько вежливым с этим стариком. Несмотря не то, что семь ту духовного дворца не из фракции ее высочества, позиция вашей матери намного выше его. Так и должно быть, он обязан обращаться к вам как к юному господину. Что касается отношений вашего отца с ним в последние несколько лет, на лице старого Ли читалось безразличие, но он продолжал покачивать в своих руках декрет духовного дворца. Сейчас для Чуму главное узнать о делах собственного отца. Он не стал спорить по этому поводу, начав расспрашивать о главном. Тиньман такой же, как и его имя, словно лезвие небесной росы. Можно сказать, что он легендарная фигура своего поколения в нашем клане Великих Чу. Но в конце концов, в результате столкновений фракций, Чу Тиньман был отодвинут в сторону и ушел в одну из ветвей клана Великих Чу. Если я правильно помню, эта ветвь мигрировала в город Ганло. Чуму очень внимательно слушал историю своего отца. Узнав, что его отец является третьим сыном нынешнего главы клана Великих Чу, Чуму глубоко задумался. Из-за того, что его мать была низкородной, ее и Чу Тиньмана изгнали из клана на улицу. На тот момент его отец был еще совсем юн, но по мере своего взросления он демонстрировал потрясающий талант как дрессировщик духовных питомцев. Спустя много лет самообучения он вернулся в клан Великих Чу и одолел всех высших экспертов молодого поколения. Чу Тиньман затаил в своем сердце большую обиду на клан Великих Чу, и по какой-то причине он снова поссорился с ними. В порыве гнева он разорвал все свои отношения с кланом, и поклялся и шагу ступить на территорию клана Великих Чу региона Вагу. Затем он покинул западное царство и начал путешествовать по миру. Не старый ли, не старый ту ни слова не сказали о деяниях Чу Тиньмана в западном царстве. Более того, не старый ли, не старый ту утверждают, что многие люди не знают о том, какое же преступление совершил выдающийся Чу Тиньман в дворце духовного альянса, он же духовный дворец, и чем он так разозлил экспертов этого дворца, но в результате они лишили его духовных питомцев и наложили множество ограничений. Впоследствии Чу Тиньман стал чутиньчином и начал заботиться об одном маленьком клане видом обычного дрессировщика духовных питомцев. Возможно, он немного устал, но у Чу Тиньмана не было никаких возражений по поводу своей новой жизни, к тому же он считал ее даже немного удобной. Это продолжалось до тех пор, пока Чуму не пострадал от тайных действий противника клана и был похищен. Ярость Чу Тиньмана не знала границ, и он начал обдумывать способ освободиться от контроля духовного дворца. Вы хотите сказать, что мой отец пришел в клан великих Чу, чтобы найти способ освободиться от контроля духовного дворца, спросил Чуму. Все верно, только он всегда держит свое слово, и не вступать в клан великих Чу для него действительно значит не вступать, сказал старый Ту. Тогда как он вырвался на свободу, почему я никогда не замечал присутствие наблюдателей духовного дворца, спросил Чуму. Юный господин, вы слишком наивны. Существует множество экспертов, присутствие которого вы точно не сможете обнаружить. Более того, случалось и так, что за ним следили не дрессировщики, а духовные питомцы, сказал старый Ту. Увы, честно говоря, его гнев не остановился на этом, внезапно произнес старый Ту и вздохнул. Чуму посмотрел на морщинистое лицо старого Ту. По его выражению, он мог понять, что дела его отца, казалось, были далеки от того, что сказал ему старый Ту. Не затягивай, продолжай, с нетерпением потребовал старый Ту. Старый Ту не стал спорить с этим странным созданием, и через некоторое время произнес. Я полагаю, что юный господин не знает, что такое связывающая печать, верно? Чуму кивнул. Он действительно не знал, что означает эта так называемая печать. Печать — это метод, который сковывает духовных питомцев, призванных дрессировщиком. Это равнозначно предательству духовных питомцев. Только в этом случае духовные питомцы не предают дрессировщика, а вместо этого их просто запечатывают в особо охраняемом месте, из-за чего им невозможно вернуться обратно к своему дрессировщику. С этого момента сила дрессировщика духовных питомцев практически полностью ограничена, сказал старый Ли. Чуму как обухом огрели. Он не думал, что его отец по факту будет чуть ли не в той же ситуации, что и он. Вот только в случае его отца его души не просто были заняты, он просто не мог призывать своих духовных питомцев. У Чутиньмана было в общей сложности четыре основных духовных питомца. Среди них один погиб во время боя с экспертами духовного дворца. Три других духовных питомца был скованы печатями, а с оставшимися расторгли духовные контракты. Тяжелым тоном сказал старый Ту. Четыре основных духовных питомца. Один умер, три запечатаны. Остальные лишились духовных контрактов. Это вроде бы простое предложение сильно взволновало Чуму. У Чуму был основной духовный питомец, с которым он по стечению обстоятельств разорвал духовный контракт. Он знал ту душераздирающую боль от разрыва контракта. Поэтому услышав, что довелось перенести его отцу, он не смог сохранить спокойствие. Можно сказать, что как только он вернулся в город Ганло, его душа была настолько разбита, что на ее исцеление требовалось не меньше 12 лет. Тем не менее, для него это было ничто. А вот то, что заставило его по-настоящему разгневаться, произошло не так давно, что постепенно лицо старого ли помрачнело. Чуму смутно догадался, что именно из-за этого события, вызвавшего гнев Чутиньмана, он снова встал на путь дрессировщика духовных питомцев, занявшись своим развитием. Хоть три главных питомца оказались запечатаны, они все еще чувствовали эмоции своего хозяина. Чтобы позволить Чутиньману снова подняться, три главных питомца, которые сопровождали его на протяжении всей его жизни. Три запечатанных в специальной башне питомца совершили самоубийство. Запечатанные духовные питомцы убили себя. Услышав это, чуму содрогнулся всей душой. Глава 260. Подготовка и координация землю затянула ночным туманом, и одинокая горная вершина возвышалась над страдающим, напряженным ночным простором. От высокой горы раздался души трепещущий вой. У услышавших его по всему телу волосы встали дыбом. Воющие порывы ледяного ветра били в лицо чуму, беспорядочно разбрасывая его волосы. Чуму сидел на краю скалы, его ноги свисали вниз. Он неотрывно смотрел далеко на восток. На бедрах чуму молча лежала Мося, чей серебряный мех также развивался. Иногда она поднимала голову и смотрела на молчаливого чуму, прежде чем снова опустить голову с еле слышным, но протяжным воем. Запечатанные духовные питомцы убили себя. Эти слова до сих пор эхом звучали в ушах чуму, и скорее были похожи на завывающий ураган. От нахлынувших эмоций вперемешку с шоком сердца чуму на долгое время погрузилась в хаос беспокойства. Запечатанные духовные питомцы все это время были призваны. То есть с самого начала и до конца они занимали места дрессировщика для призыва. И полностью освободить душу своего дрессировщика, находясь запечатанными в башне ставшей их тюрьмой, они могли только путем собственной смерти. Чуму даже и близко не мог понять, насколько были глубоки чувства между Чутиньманом и его главными духовными питомцами. Тем не менее, с того момента, как он узнал, что три питомца совершили самоубийство в запечатанной башне, чуму ощутил неиссякаемую скорбь, нахлынувшую на него словно бушующий поток на глубину собственной души, который заставил его непрерывно дрожать. Юный господин, тебе не стоит так сильно убиваться по этому поводу. Возможно это стало новым началом для твоего отца. Он обладает исключительными способностями к контролю над собственными духовными исследованиями. Он владеет превосходными и даже уникальными знаниями о различных духовных питомцах, их типах и способностях. На данный момент все его места для призыва освободились благодаря жертве его духовных питомцев. И скоро наступит тот день, когда он снова возвысится над экспертами духовного дворца, и в этот день он вернет долг своим врагам. В этот момент стоявший за спиной чуму старый ли попытался привести его в нормальное состояние. Чуму кивнул и ладонью погладил мягкий мех малышки Мусе, но ничего не сказал. Власть, сила, престиж, богатство. Чутиньман обладал только силой. Простой скелет, скованный многочисленными ограничениями. В глазах тех, у кого в руках была абсолютная власть, он был помехой, и они не могли позволить такому человеку свободно жить рядом с ними. Особенно в тех ситуациях, когда они могли выгодно использовать те или иные конфликты. На самом деле, если вы желаете возвыситься над другими, вы должны последовать за ее высочеством в духовный дворец. Когда он впервые попал на остров кошмара, чуму крепко осознал значение силы. Слова старого ли очень доходчиво говорили чуму о том, что сила была не всем. Однако чуму не верил в это. По его подсчетам, когда духовные питомцы Чутиньмана были запечатаны, он был достаточно молод. Скорее всего, его духовные питомцы на тот момент еще не достигли того непревзойденного уровня, на котором люди духовного дворца не смогли бы им ничего сделать. Чуму никогда не стремился к достижению власти. Скорее, его изначальным стремлением, первостепенной целью, к которой он не колеблись шел, было обретение силы. Когда старый ли увидел, что его доводы не возымели результата, он вздохнул и сказал. Юный господин, я не скрою от тебя, мой предыдущий господин был чрезвычайно сильным дрессировщиком духовных питомцев. Возможно, он даже достиг того уровня, на котором никто не мог победить его. Только, многие вещи не решаются лишь одной силой. Налетевший сильный порыв ветра заставил старого ли поперхнуться и, закашлившись, проглотить конец фразы. И пока он кашлял, старый ли понял, что сейчас нет смысла говорить об этом. Сейчас чуму остро нуждается в силе, иначе он не сможет прочно утвердиться в мире дрессировщиков духовных питомцев. Поэтому он не стал продолжать свою речь. Юный господин, у старого ту есть несколько маловажных учеников. Если вы хотели бы принять участие в соревновании клана великих чу, вы можете выступить от имени старого ту. Старый ли решил вернуться к нынешним проблемам? Конечно, пусть он оставит для меня место и второго участника, сказал чуму. Юный господин желает взять с собой брата и сестру клана е, спросил старый ли. Чуму кивнул головой. Хоть брат и сестра клана е до сих пор не проявили своей истинной мощи, чуму уверен в том, что они очень могущественные эксперты. Если он будет координироваться с ними, то занять первую тройку мест не составит труда. Сейчас он испытывал отвращение по отношению к клану великих чу. Он не против того, чтобы повторить поступок своего отца и, прежде чем покинуть этот клан, еще раз унизить экспертов молодого поколения этого клана. Я отказываюсь. Я категорически отказываюсь. Тебе испортили настроение, из-за этого и вовлекаешь в свои разборки других. Почему ты обратился к нам? Мы просто путешествуем по миру, и нам не на кого положиться. Влияние клана великих чу достаточно велико. Из-за одной неосторожно совершенной ошибки к нам с легкостью заявится духовный мастер или духовный император. Разве мы не рискуем нашими жизнями? Сюда мы приехали ради того, чтобы навестить спящую долину Ваньдуань, в которой обитают столь привлекательные в плане наживы духовные питомцы типа жук. Оскорбим мы какую-нибудь сошку в этом месте, они хотя бы не призовут своих старших. В тот момент, когда Е Ваньшин услышал предложение чуму сразиться с экспертами клана великих чу, он тут же активно замотал головой. Первая тройка победителей соревнования получит в награду духовный предмет стоимостью пять, а может и больше миллионов золотых монет. Кроме того, человек, которого мы представляем, старый ту, предоставит нам еще пять миллионов золотых монет. Другими словами, если мы получим место в тройке лидеров, каждый из нас получит огромную сумму денег, чуму сразу озвучил возможную награду. Ты должен был сказать это сразу. Есть кто-то, кто защитит нас, а тогда я согласен, я согласен. Однако лучше всего, если мы получим что-то наперед. Если противник окажется слишком силен, у нас будет мотив устоять, сразу же изменился Еваншин. Я пойду с тобой, равнодушно произнесла Е Цинь Цзы, взглянув на чуму. Превосходно, кивнул чуму и на его лице появилась легкая улыбка. Еваншин только собирался обсудить условия участия с чуму, но в конце концов был прерван своей сестрой, подставившей ему холодное плечо. П.П. Тогеви отсолдшолдер. Оказать холодный прием, быть недружелюбным, отшить. Если перевести выражение дословно, то оно означает подать холодное плечо. История этой идиомы связана с традициями средневековой Англии. В те времена существовали особые правила этикета, которых не встретить сегодня. Когда хозяева дома решали, что гостям уже пора домой, они подавали к столу кусок холодного бараньего или свиного плеча. Это служило вежливым и всем понятным намеком на то, что вечер закончен. Когда девушка становится совершеннолетней, она должна выйти замуж. Почему у тебя так быстро появилось желание сбежать кое-кому? Печально вздохнул Еваньшин. Ециньцзы проигнорировала глупые намеки Еваньшина. Сегодня она, увидев хмурого Чуму, догадалась, что у него появилась какая-то серьезная обида на клан Великих Чу. Исходя из своего опыта, она не стала возражать соединить свои усилия с Чуму и бросить вызов экспертам клана Великих Чу. Ециньцзы была самым настоящим экспертом поддержки. Чуму нуждается в таком дрессировщике, чтобы полностью реализовать свою стратегию на поле боя. Давайте все сразу проясним. Если противник окажется слишком силен, мы проиграем. В этом случае будет неразумно призывать моего главного духовного питомца, сказала Ециньцзы. Конечно, я не буду требовать такого от вас, сказал Чуму. Соревнование было не борьбой на смерть. Если он столкнется с противником, который окажется сильнее, чем он, Чуму, то он естественно не будет безрассудным и упрямым, и не заставит сражаться своих духовных питомцев, зная, что он не сможет одолеть противника. Конечно, 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 игнорируйте меня. Вы, ребята, можете развлекаться, а я пойду и сам прогуляюсь по спящей долине Ваньдуань. Как только Еваньшин понял, что эта парочка просто игнорирует его, он начал сердиться. Тогда, давайте сначала обсудим способности наших духовных питомцев, сказал Чуму. Поскольку они собирались сражаться вместе, им теперь вредно скрывать друг от друга свои секреты. Если они не будут понимать друг друга в бою против скоординированных противников, они могут совершить ряд ошибок. Конечно, сначала расскажи мне о своих. Основываясь на твоих духовных питомцах, я буду призывать наиболее подходящих своих, сказала Ециньцзы. После чего они стали рассказывать друг другу о своих духовных питомцах и пытаться определить наиболее оптимальный план сражения. Что касается раздосадованного парня, который сказал, что собирается самостоятельно отправиться в спящую долину Ваньдуань. Его лицо постепенно становилось все злее. Сейчас он горел желанием придушить эту игнорирующую его пару. Соревнование проходило в формате боев 2 на 2, с использованием трех духовных питомцев, которых нельзя поменять. Чуму будет использовать Мося, Нин и Чжанье. Ециньцзы, исходя из выбора Чуму, призовет пурпурного зверя, водную луну и демоническая фея льда и пламени. Чуму уже видел пурпурного зверя Ециньцзы. Днем его боевая мощь превосходит даже громового зверя Чуму. Что касается восьмиранговой водной луны, у нее были исключительно превосходные исцеляющие и поддерживающие способности. Она может вернуть в строй даже тяжелораненного, находящегося на грани жизни и смерти духовного питомца. Благодаря наличию водной луны Чжанье будет практически неуязвимым, несмотря на его низкий ранг и уровень. Демоническая фея льда и пламени, царство элементалей, огненной и ледяной типы, вид элементальная демоническая фея, подвид демоническая фея льда и пламени, духовный питомец статуса командир высокого класса. Демоническая фея льда и пламени Ециньцзы на седьмом ранге развития, и Чуму догадывался, что это один из ее главных духовных питомцев. Она не только обладает мощными поддерживающими способностями льда и пламени, но и владеет разрушительной силой двух стихий. Независимо от ранга или уровня, три духовных питомца Ециньцзы были выше, чем духовные питомцы Чуму. И в этом Чуму не ошибся. Сила брата и сестры клана Е действительно очень высока. Среди экспертов молодого поколения немногие смогут соответствовать им. Чуму, ты действительно хочешь участвовать в соревновании? В клане великих Чум много экспертов. Если ты собираешься принять участие, ты должен быть предельно осторожен, как только Чусянь узнала, что Чуму собирается принять участие в соревновании клана великих Чу, она забеспокоилась. Чусянь знает, что у Чуму есть кое-какие способности и сила, но в конце концов он был слишком молод. В клане великих Чум множество различных экспертов и столкнись он с кем-то, похожим на Чу Юэ, но только призвавшим трех духовных питомцев. Чуму не сможет ему сопротивляться. Это нанесет очень сильный удар по его уверенности. Чучин, не думай, что ты можешь расслабиться после того, как одолел одного из духовных питомцев Чу Юэ. Как только придет время, ты даже не поймешь, как ты проиграл. Я хочу, чтобы ты был более приземист и не выпендривался. Чуси снова вернулась к своему презрительному отношению. Чусянь и Чуси также могут принять участие в соревновании, но они, безусловно, смогут занять невысокие места, поскольку они были лишь немного сильнее среднего, по сравнению с обычными учениками клана. Однако, если им не повезет столкнуться с истинным экспертом, они быстро вылетят. Поэтому они решили не участвовать. Вот только они не ожидали, что, услышав лестную похвалу со стороны Чу Юш, Чуму и правда решится принять участие во внутриклановом соревновании. Чуму не стал все объяснять. Даже если он постарается объяснить им, поверят ли они ему, одно. А даже если и поверят, тут же появится куча других вопросов. Лучше всего расскажут сами Бэ. Ха-ха, это Атрепи действительно собирается участвовать. С кем он сражается? Услышав последние новости, Чу Юэ радостно улыбнулся. От кого он собирается сражаться я не знаю, об этом, вроде, никому не известно. Но участвует он с кем-то по имени Е Цинь Цзы, сказал Чу Цзя. Е Цинь Цзы, кто она такая? А задачина спросил Чу Юэ. Это одна из тех, с кем сюда явился Чу Чин. Их двое, брат и сестра. Старший брат, я видел ее и скажу тебе, что это Е Цинь Цзы, словно ее имя. Она очень красивая, даже красивее, чем Чу Сянь. Как только вы увидите ее, вы обязательно возжелаете ее. Говоря о Е Цинь Цзы, Чу Цзя буквально захлебывался слюной. Красивые девушки, как Е Цинь Цзы, на самом деле редко встречаемые сокровища. Особенно ее прекрасные стройные ноги, увидев которые забываешь все на свете. Чу Цзя, до сих пор не забыл ее. Пэпэ. Ее имя с китайского означает красота, что доводит до гибели, что-то вроде того. Глава 261. Чуму против Чу Юэ, часть 1. Для начала оставим в стороне эту Е Цинь Цзы, мы должны преподать хороший урок этому парню. У него хватило духу опозорить меня. Коварно улыбнулся Чу Юэ. Тогда что планирует делать старший брат? В каждой фракции есть много людей, поэтому столкнуться с ними будет очень непросто, верно? Спросил Чу Цзя. Это не проблема. Вскоре у нас появится шанс заставить их помереть жуткой смертью. Чу Юэ был мстителен. Потеряв духовный кристалл стоимостью 1,5 миллиона, как он мог не пожелать вернуть все старицей? Большой брат, ты должен быть осторожен с этой Е Цинь Цзы. Она действительно прекрасная красота, сказал Чу Цзя. Хорошо, нетерпеливо ответил Чу Юэ. В своей жизни он повидал немало красавиц, поэтому он и правда не волновался о Е Цинь Цзы. Возникне у него желание, он с легкостью и без всяких проблем овладеет такой красоткой, как Чу Сянь. Чуму записали на соревнования от имени Старого Ту. На второе утро Чуму получил известие от Старого Ту, в которых говорилось, что кто-то тайно перетасовал порядок выступлений, специально переведя пару Чуму на бой против Чу Юэ и Чу Джинфаня. Старый Ту, естественно, знал силу этой команды. Встреча с таким противником на самой ранней стадии, несомненно, станет большой проблемой, поэтому Старый Ту решил поинтересоваться мнением Чуму. Чуму же в свою очередь понимал, что два подлых брата из клана Великих Чу явно замыслили что-то плохое по отношению у Чу Сянь. И если он хочет растоптать экспертов молодого поколения клана Чу, он, естественно, должен начать с этой поры. Разумеется, Чуму не станет биться против этих двух наверняка неплохо знающих друг друга парней в первом же раунде. Поэтому он попросил Старого Ту организовать ему каких-нибудь других случайных противников, чтобы у них с Е Цинь Цзы появилась возможность притереться друг к другу во время несложного боя. Также он попросил сделать так, чтобы он столкнулся с Чу Ю и в последних раундах отборочных. Старый Ту, как один из великих старейшин клана Великих Чу, естественно, не имеет никаких проблем с изменением порядка боев, поэтому он, следуя просьбе Чуму, организовал против его команды вполне обычных противников, дав ему и его напарницы возможность разогреться и привыкнуть друг к другу в боевой обстановке. Ну что же, вы, ребята, и дальше продолжайте эти свои любовные делишки, делайте что хотите, а я, пожалуй, отправлюсь на прогулку по спящей долине Ваньдуань. Е Ваньшин признался, что ему будет скучно и дальше оставаться в клане Великих Чу, поэтому он решил отправиться в спящую долину в одиночку. Раз ты решил отправиться в спящую долину, то, если есть возможность, постарайся отыскать плод вечной крови, попросил Чуму. Хорошо, но заранее хочу предупредить. Если я найду что-нибудь, ты должен купить его у меня. Я практичный человек, сказал Е Ваньшин. Нет проблем, кивнул Чуму. Е Ваньшин на удивление доверил свою сестру Чуму, оставив ее с ним, а сам отправился в спящую долину Ваньдуань, что находится сразу за кланом Великих Чу. Чуму тоже хотел бы отправиться в спящую долину, но теперь ему надо сначала разобраться с возникшими в клане Великих Чу делами. Старый Ту организовал для Чуму и его напарницы, в общей сложности, три команды средним уровнем силы, но из основной ветви клана. Поскольку Чуму скрывал свою силу, его фея ледяного воздуха оказалась главным истребителем врагов. Мосе просто игралась и бегала вокруг, а Чжанье был послушен и не выделялся в ходе боя. Три духовных питомца Е Циньцзы, в основном, тоже не выделялись во время боя, так как не имели прямых боевых техник, поэтому они занимались поддержкой феи ледяного воздуха и Чжанье. За три боя Чуму и Е Циньцзы неплохо познакомились с повадками духовных питомцев друг друга. Но вот быстро наступило время решающего боя против Чую и Чжанфаня. Чуму и Е Циньцзы в боях вели себя небрежно, но, если судить в целом о ситуации, сложившей внутри клана Великих Чу, тот факт, что их пара преодолела несколько первых раундов. Сразу возвел их в статус темных лошадок, особенно после того, как все убедились в том, что о них никто никогда не слышал. Об имени Чжан, естественно, нет нужды заботиться. Вполне нормально, что о нем никто не знает. Что касается Е Циньцзы, она привлекла внимание многих зрителей. У Е Циньцзы была великолепная внешность, а одета она была хоть и в простую, и явно практичную одежду, но она не скрывала, а только подчеркивала ее прекрасную фигуру. Спокойная и собранная, у нее были все признаки члена благородной семьи. Такая дрессировщица, владеющая тремя сильными духовными питомцами поддержки, действительно привлекла много внимания. Эта Е Циньцзы действительно первоклассная красотка, почему ты раньше не сказал мне об этом? Естественно, Чую и также заметил участвующую в соревновании красивую девушку, собравшую на себе множество жадных взглядов учеников клана Чу. Поначалу Чую и не очень-то обращал на слухи внимания, но как только он лично увидел Е Циньцзы, его взгляд буквально засветился. Е Циньцзы обладала множеством качеств, которые привлекали внимание людей, но то, что манила Чую, это ее спокойный, как вода, и слегка прохладный в отношении к остальным характер. Такая девушка легко пробудила в Чую и желание завоевать ее сердце. Я. Но я же уже говорил, Чуцзя почувствовал обиду. Он уже говорил Чую, что это Е Циньцзы совершенная красотка, но Чую и посчитал, что уже видел множество красоток в этом мире, чтобы заботиться об очередной из них. Тем не менее, теперь, когда он действительно увидел Е Циньцзы, разве он не отреагировал так же, как Чуцзя? Во-первых, избавиться от Чучина. И тогда я смогу спокойно поразвлечься с этой красоткой, Чую и улыбнулся. Изначально холодное поведение сменилось отвратительной похотливой улыбкой и мыслями о том, как он позабавится с Е Циньцзы. Так как Чуму работал в паре с Е Циньцзы, он был в курсе об огромном интересе учеников клана Чу по отношению к Е Циньцзы. Время от времени даже находились смельчаки, уверенные в себе парни, которые приходили, чтобы попытаться поговорить с Е Циньцзы и узнать о ней побольше. Чуму и сам понимал, что Е Циньцзы действительно обладает множеством привлекательных черт, которые запросто могут пленить сердце мужчин. Тем не менее, Чуму знал, что с Е Циньцзы действительно нелегко сблизиться, и особенно худо придется тому, кто вызовет на себя ее гнев. Можно только представить, как после боя с командой Чую и многие люди будут только в тайне вздыхать и молиться о том, чтобы ненароком не обидеть эту девушку. Чую и Чучжинфань были достаточно сильными соперниками, которые в состоянии претендовать на седьмое место в соревновании. За их битвой, естественно, будут наблюдать множество людей. Рано утром на поле боя на горе собралось много людей, которые претендовали на лучшие места и сейчас ожидали этого боя между темными лошадками и основными претендентами. Если ситуация будет развиваться в худшую сторону, не сомневаясь, сдавайся. Будет плохо, если ты или твои духовные питомцы будут ранены или убиты. Старшая сестра Чусянь уже несколько дней не прекращала беспокоиться о своем младшем брате Чуму. Теперь, когда настало время сразиться с Чую, ее беспокойство стало еще сильнее и сейчас она надеялась, что Чуму не пострадает. Спокойно, я знаю свои пределы, сказал Чуму, кивнув Чусянь. Он попросил ее спокойно посидеть в сторонке и просто посмотреть, а сам направился на поле боя вместе с Ециньцзы. Поскольку это был бой не из разряда противостояния тяжеловесов, большинство зрителей были учениками клана великих Чу. Многие властьимущие лица не пришли, но вот учителя обеих сторон присутствовали. Старейшина, какая собака вас укусила? Спросил учитель Чуюэ, Чуян, стоило ему только увидеть старого Ту с козлиной бородкой. Тот факт, что Чуму и Ециньцзы в этом клановом соревновании представляли старого Ту никто напрямую не объявлял, так что кроме нескольких старцев и главы клана никто больше не знал о том, какую ветвь представляют Чуму и Ециньцзы. Мне больше нечего делать, поэтому я, случайно оказавшийся неподалеку, решил посмотреть, сказал рассмеявшийся старый Ту. Обычно вы не смотрите на подобные матчи. Ну раз вы пришли, то посмотрите за боем моих юных учеников, и если у них есть какие-то недостатки, то прошу, не стесняйтесь и смело указывайте мне на них, чтобы мои ученики смогли их исправить. Чуюэ, Чучжинфань, быстро поприветствуйте старейшину, с уважением обратился к нему улыбающийся Чуян. Чуюэ, здесь, чтобы приветствовать старейшину. Чучжинфань, здесь, чтобы приветствовать старейшину. Чуюэ и Чучжинфань совсем не ожидали, что на их бой придет посмотреть великий старейшина, и тут же подошли и поприветствовали его. Поскольку теперь на них смотрит старейшина, ни один из них не осмелится наплевательски отнестись к грядущему бою. У Чую и Чуджинфаня тут же поднялось настроение. Увидев этих двух довольных собой молодых парней, старый ту внешне выглядел любезно и одобрительно, но в глубине души он тайно смеялся. Сейчас вы, ребята, можете наслаждаться своим положением, но посмотрим на вас через некоторое время. Давайте избавимся от бесполезных обрядов и приветствий, и немедленно начнем. Чуян знал, что старшему не нравятся сложные ритуалы и прочие манеры, поэтому он передал наказ судье. Чуму и Ецензе уже стояли на поле боя, молча ожидая, как два парня наслаждаются одобрительными взглядами старого ту. В тот момент, когда они наконец ступили на поле боя, Чую и посмотрел на Чуму и улыбнулся. Какое совпадение, я могу снова сразиться с тобой. В прошлый раз я недооценил твою силу, но на этот раз я не буду сдерживать себя. В конце концов, это настоящее соревнование. Даже сейчас Чую и не забывал действовать как добропорядочный человек. На самом деле, произнося эти слова, в сердце он злобно смеялся над ними. Чу-чен, мальчишка, посмотрим, не умрешь ли ты в этот раз. Позор, который я понес в прошлый раз, будет возвращен тебе в десятикратном размере. Ецензе продолжала сохранять спокойствие, так как она знала истинную личность Чуму. С таким-то защитником Ецензе нет нужды беспокоиться об этих самопровозглашенных экспертах высшего уровня. Чуму же был еще спокойнее. Из того, что увидел Чуму, Чую и был лишь немного лучше, чем Цзяфын. Но с момента боя с Цзяфыном прошло много месяцев, и за это время сила Чуму резко поднялась. Противником такого уровня Чуму больше не считал кем-то, на кого стоит обращать внимание. Чую и, кто этот Чучин? Ты сражался с ним раньше, он силен? Чучинфань никогда не видел Чуму, поэтому у него возникло несколько вопросов. Не волнуйся, он немного сильнее обычного человека и с ним легко расправиться. Тебе стоит внимательно следить за этой красоткой, ответил Чую. Когда обе стороны оказались на поле боя, судья громко объявил о начале и призвал стороны призвать своих духовных питомцев. Битва в парах, контроль трех питомцев и запрет на их смену, это был статичный бой между одними духовными питомцами. Чтобы Чуму осознал свою собственную уничтожность, Чую и, не скрывая своей силы, призвал в бой своих трех главных духовных питомцев. Чучинфань увидел, что состав духовных питомцев, которых призвала Ециньцзы, были ниже в ранге и уровне, чем у него, поэтому тоже не стал заботиться об этом и решил показать старейшине всю свою мощь. Он тоже призвал в бой своих главных духовных питомцев. Чуму и Ециньцзы уже подготовили своих духовных питомцев. Когда заклинания были использованы, практически одновременно появились Мося и Чжанье, в то время как Мося в состоянии жалости разместилась на голове у последнего, от чего создавалось впечатление, что в бою будут участвовать только два духовных питомца. Мося остается гордой и немного надменной. Если на поле боя не появляется никого достойно, ее боевое намерение становилось очень слабым. Чуму в основном считал, что он может встретиться с Чукой и подчиненными принцессы, поэтому он специально призывал ее одной из трех духовных питомцев. Что касается белого кошмара, Чуму не планировал вызывать его, хотя тройной призыв уже выдавал его личность духовного мастера. Из того, что понял Чуму, как только питомец статуса монарх «Белый кошмар» присоединится к бою, исход сражения будет предрешен. В конце концов, улучшение сильных сторон остальных духовных питомцев было очень важным для дрессировщиков. Если в каждом бою он стал бы использовать белого кошмара в паре с Мося, его остальные духовные питомцы никогда не получат должной подготовки, особенно Чжанье, который прямо сейчас остро нуждается в повышении уровня и росте своего ранга. Иногда используется термин «тройной контроль». Глава 262. Чуму против Чуюе, часть 2. Фиолетовый саняло статуса командир второго уровня седьмого ранга, огненная фея статуса слуга восьмого уровня восьмого ранга, носорог света статуса командир третьего уровня седьмого ранга. Бросив беглый взгляд на питомцев Чуюе, Чуму сразу же определил их уровень ранг. Небесная демоническая лаза статуса командир первого уровня седьмого ранга, огнекрылая птица статуса боец третьего уровня восьмого ранга, крылатый лев громового меча статуса командир третьего уровня седьмого ранга, статус и ранг духовных питомцев Чуджанфаня также оказались достаточно высокими. Каждый питомец-командир в той или иной степени прошел через усиление. Если бы Мося не эволюционировала в королевскую лису, то Чуму, вполне вероятно, не смог бы соответствовать уровню этих двоих. Все три духовных питомца Чуму, независимо от того, сравнивать ли их в рангах или в уровнях, были ниже противников. Даже самый развитый в рангах и уровнях громовой зверь сейчас был смещен пурпурным зверем Циньцзы. Как только были призваны духовные питомцы, Чуму и Ециньцзы стали ощущать себя слегка слабее своих оппонентов. «Пусть начнется бой», — прозвучала команда судьи. Чую-е тут же в предвкушении улыбнулся. Из всех трех духовных питомцев он слегка опасался только фею ледяного воздуха, об остальных же и думать не стал. Сражаясь с таким противником, Чую-е счел беспоездным придумывать какую-либо хитроумную стратегию, отдав своему фиолетовому сынлу прямой приказ атаковать опозорившую его фею ледяного воздуха, которая своими атаками в том бою высоко подкинула его. У их врагов было три крылатых духовных питомца. Без должного контроля их ряды будут с легкостью разбиты и разрознены. Поэтому Ециньцзы немедленно приказала своему фиолетовому зверю подняться в воздух и прикрыть их команду от атак противника. Луна, водяной экран, духовные питомцы поддержки тут же взялись за свою работу, использовав на питомцах чуму дополнительную защиту. Вода глубокого голубого цвета аккуратно сгустилась на черной брони Чжанье, быстро окутывая его тело водяным экраном, что поднял уровня защиты питомца до поздней стадии развития шестого ранга. То, что защита Чжанье поднялась до такой стадии, означает только одно, теперь его невозможно убить мгновенно. А если его нельзя моментально лишить жизни, то его невероятная выносливость и сверхживучесть превратят его в огромную головную боль для врага. Цзя, роса лесного духа, последовал следующий приказ Ециньцзы. Когда роса лесного духа попадает на духовного питомца, это приводит к тому, что его жизненная энергия и сила возрастают под влиянием духа природы. Роса лесного духа бесполезна для духовных питомцев элементального типа, поэтому сейчас была использована двойным заклинанием только на Чжанье и пурпурном звере. Живучесть Чжанье и так превосходит обычных духовных питомцев в шесть раз. Благодаря эффектам росы лесного духа она возросла до семикратного размера от нормы. Это значит, что до тех пор, пока на Чжанье действует эффект росы лесного духа, скорость восстановления его ран будет увеличена в семь раз от нормальной, к тому же появилась возможность применить восстановление утерянных конечностей до семи раз. С поддержкой двух умений, даже несмотря на то, что Чжанье был всего лишь пятого уровня пятого ранга, ему нечего бояться. Его черные глаза, вгляд которых пылал боевым духом, неотрывно следили за вражеским носорогом света. В то время как их команда была занята поддерживающими техниками, в небе над Чуму и Ециньцзы уже появился фиолетовый Сыньла Чуюе. Гордо взмахивающий своими крыльями Сыньла громко зарычал, отчего небо над ними заволокло черными грозовыми облаками, которые были частью техники молниевого атрибута, которой он собирался атаковать фею ледяного воздуха. Мусе, как следует защищать Чжанье, передал чуму лежащей на голове Чжанье маленькой лисе. Ву-ву, Мусе одобрительно провыла, выпустив из лап маленькие коготки. Как только Чжанье окажется в опасности, Мусе не колеблись, даст отведать его врагу королевского пламенного когтя. Нин, формация ледяных мечей. Фея ледяного воздуха уже подготовила заклинание. Как только был отдан приказ, в воздух тут же взмыли тысячи кристаллов черного льда, образовывая один за одним огромные ледяные мечи, зависшие над феей. Его фея ледяного воздуха очень сильна, будь осторожен, Чую и был свидетелем мощи феи ледяного воздуха чуму, поэтому он тут же предупредил Чжанфаня. Это всего лишь фея ледяного воздуха восьмого уровня шестого ранга, какая у нее там может быть сила, беззаботно произнес Чжанфань. В то же время над фиолетовым Сыньла продолжали сгущаться грозовые тучи. В их черных, набухающих тушах постоянно мелькали ветвистые молнии, и после пронзительного рева фиолетового Сыньла три из них мощным ударом устремились вниз. Пурпурный зверь долго следил за фиолетовым Сыньла. Как только прогремел гром, рога грез пурпурного зверя вспыхнули разрядом дуговой молнии, и практически в тот момент, когда молнии Сыньла достигли тела феи ледяного воздуха, они внезапно растворились в воздухе. Поглощение молний. Защитная техника, что способна поглощать удары техник того же атрибута и в то же время частично обращать их в собственную энергию. Пурпурный зверь громко заржал и в этот момент его рога грез снова полыхнули разрядом. Мгновенно возникло шесть длинных молний, что улетели в сторону приближающейся огнекрылой птицы. Атаки молниевого атрибута не могут нанести серьезный вред пурпурному зверю, но это не касается огнекрылой птицы, что при попадании получит сполна. Еще до того, как огнекрылая птица успела использовать одну из своих техник, пронзившие воздух молнии вынудили ее начать на экстремальной скорости уклоняться. После этого она едва смогла уклониться от пяти из них. Последняя молния все-таки угодила в тело огнекрылой птицы. С болезненным клекотом ее тело немного провалилось вниз. Огненно-красные глаза питомца с ненавистью взглянули на пурпурного зверя. «Я смогу удержать воздух», заверила Ецинь Цзы, как только увидела, что Чуму обратил свое внимание на бой в небе. Чуму кивнул, и он отдал приказ фее ледяного воздуха атаковать всеми ледяными мечами огненную фею восьмого ранга. Наложение на месте только что улетевших ледяных мечей появилось еще столько же. С появлением еще двадцати черных ледяных мечей, толпа зрителей вздрогнула. «Я же сказал, что его фея ледяного воздуха очень мощная», — произнес Чуюэ, посмотрев на шокированного Чучжинфаня. Ничего такого, о чем стоит тревожиться, Чучжинфаня оказался немного удивлен. В конце концов, не так много людей способны обучить свою фею ледяного воздуха до подобного уровня силы. Несколько ослепительных огненных питонов внезапно появились на поле боя. Огненная фея восьмого ранга тоже умела очень быстро творить заклинания. В тот момент, когда первая двадцатка ледяных мечей собиралась атаковать свою цель, огненные питоны в пугающем пламя на москале разинули свои пасти и проглотили по несколько мечей, быстро испаряя их внутри себя. «Не думай, что ты единственный, у кого духовный питомец владеет наложением заклинаний», — с ироничной улыбкой на лице произнес Чуюэ и приказал своей огненной фее использовать наложение на технике огненных питонов. Появились огненные питоны. Огненная фея отлично управляла своим пламенем с помощью превосходного микроконтроля. Каждый огненный питон аккуратно проглотил несколько черных кристальных ледяных мечей феи ледяного воздуха, а оставшиеся несколько мечей были разбиты когтями духовного питомца звериного типа. «Позвольте мне попробовать эту девушку», — оказывается, Ичучжинфань проявил интерес к Ециньцзы. Запрыгнув на спину крылатому льву, он взлетел и направился прямиком к чуму и Ециньцзы. Ециньцзы не стала использовать своего духовного питомца, и просто самостоятельно отступила назад, одновременно приказывая своей демонической фее применить технику. Сила демонической феи льда и пламени Ециньцзы также устрашала сердца. Кристаллы черного льда взмыли вверх и превратились в бесчисленные тонкие ледяные мечи, которые безумно атаковали трех взлетевших духовных питомцев. В то же время она могла и умело пользоваться огненными техниками, с помощью которых она контролировала демоническое пламя, которое направило на борьбу с небесной демонической лозой. «У твоих духовных питомцев слишком низкие уровни, нам нужно избавиться от кого-то одного, иначе бой нас быстро истощит», сказала чуму Ециньцзы. «Давай сначала избавимся от демонической небесной лозы», предложил он, бросив на нее взгляд. «Им-им-им», мысли Ециньцзы и чуму в этом сходились. У небесной демонической лозы очень сильные сковывающие техники. Джанье первым бросился в ближний бой, но огромное количество лоз, возникших перед ним, сильно ограничили его движение, и у него пока не было возможности приблизиться к врагу. Если бы не Мусе, Джанье, возможно, давно оказался бы связан. Мусе, возьми под контроль небесную демоническую лозу. Джанье, займись носорогом света. В этом бою, исходя из мнения Мусе, для нее не было ни одного достойного ее противника, но зато ей очень нравилось брать под контроль сознание других питомцев. Поэтому она тут же соскользнула с головы Джанье и ее проворное тело в легком прыжке приземлившись на землю. Хотя Чучжинфань до сих пор находился в полете, он не проигнорировал этого маленького духовного питомца. Увидев, что этот маленький духовный питомец, больше похожий на игрушку, собирается атаковать, он с презрением улыбнулся. Про себя он посмеивался. И как у него хватило смелости использовать подобные трюки против моей небесной демонической лозы. Лозы небесной демонической лозы были похожи на длинных питонов, что раскинулись по округе. Там, где они проползали, земля покрывалась трещинами. Ты должен быть осторожен, когда Чусянь увидела, что милая маленькая лисица нацелилась на небесную лозу. Ее сердце болезненно сжалось. Такой маленький и хрупкий духовный питомец наверняка будет раздавлен ударом одной лозы. Ее серебряное тело внезапно ускорилось. Перед толстыми лозами Мосси не показала и капли страха. Разогнавшись на полную, она буквально исчезла из поля зрения зрителей. Что исчезла? У людей, лицезревших эту сцену, глаза на лоб вылезли, так как они, даже осмотрев поле боя, больше не видели этого маленького духовного питомца Чуму. А небесная демоническая лоза тем временем использовала техника танца небесных лоз. В мгновение ока массивные небесные лозы начали на высокой скорости вращаться, вспахивая своими телами огромные пласты земли и шокируя тех, кто смотрит на это со стороны. Ученика клана великих Чу оказались не способны различить движение Мосси, но в то же время старшие поколения, старый Ту и Чу Ян, с глупыми лицами уставились на нее. Они могли отчетливо видеть, как среди разбросанных в стороны лоз небесной лозы, исполняющих свой безумный танец, по замысловатому маршруту двигается маленький духовный питомец Чуму. Его движения были гладкими и гибкими, словно вода, и он спокойно передвигался среди бешено вращающихся небесных лоз. Никто ни на поле боя, ни снаружи не знает, куда пропала маленькая лиса, но старый Ту и Чу Ян внезапно поняли, что этот незаметный духовный питомец Чуму на самом деле является самым ужасающим среди всех присутствующих, так как в этот момент, незаметно для всех, она уже оказалась у основного тела небесной демонической лозы. Глава 263. Зачистка и исход не дай ей воспользоваться твоей слабостью. Как только ты избавишься от нее, немедленно поддержи молнию в его сражении, Чучжин Фань совсем не обратил внимания на развивающуюся с его духовным питомцем ситуацию, считая, что Мусе скоро впечатают в землю, поэтому сосредоточил все свое внимание на бою с демонической феей льда и пламени Ециньцзы. Взрывной коготь, сложивший крылья крылатый тигр громового меча нырнул вниз, всей своей массой устремившись к земле и приготовившись к атаке своими разрушительными когтями. Земля в этот момент покрылась большими трещинами. В тот миг, когда крылатый лев приземлился, твердая почва взорвалась, и с оглушительным грохотом в воздух взметнулось облако пыли. Атаку взрывного когтя седьмого ранга нелегко выдержать. Тело демонической феей льда и пламени погрузилось в полуразрушенную почву, а на теле, состоящем из переплетения льда и огня, появились небольшие трещины. У нее довольно высокая защита, хах, тогда отведай вкус следующей атаки. Чуджинфань отвратительно улыбнулся и отдал приказ своему крылатому льву использовать свою следующую технику. Крылья, сплошь покрытые перьями, имеющими форму меча, внезапно раскрылись, отчего все мечевидные перья покрылись светом, и словно порыв бурного ветра устремились к демонической фее. Перед лицом грозной и жестокой атаки крылатого льва, Ециньцзы сохранила свое спокойствие и собранность. Чуджинфань рассчитывал на то, что сможет вынудить Ециньцзы использовать духовную технику в попытке оставить эту атаку, и не думал, что эта красотка будет обладать такой выдержкой и хладнокровием. Плотный поток перьев настиг тело демонической феи, оставив на ней множество мелких дыр и царапин. Увидев, как этот элементальный духовный питомец терпит болезненную атаку, многие люди покрылись холодным потом и горели желанием узнать, как эта холодная красотка Ециньцзы будет бороться с атакой Чуджинфаня. Уничтожающая формация ледяного огня. Внезапно Ециньцзы отдала приказ холодным голосом. Возникла странная сцена. Ранее получившая урон демоническая фея резко окуталась черными кристаллами и демоническим огнем, после чего энергии двух типов вспыхнули с новой силой и яростно столкнулись над ней. Уничтожающая формация ледяного огня. Техника седьмого ранга ледяного и огненного типа. Для всех оказалось неожиданностью, что демоническая фея, которая до этого момента была пассивна, внезапно использует технику льда и огня седьмого ранга. С протяжным криком из демонической феи вырвалась мощная аура черного кристалла и демонического огня. Черные кристаллы накатились сверху, тогда как демонический огонь быстро поглотил крылатого льва громового меча снизу. Бесчисленное количество пламенных языков начало пожирать львиное тело. Пронизывающий до костей холод черных кристаллов окутал голову крылатого льва, превратившись в маленькие мечи, которые глубоко вонзились в его кости. Аномально холодные черные кристаллы заморозили кости льва, из-за чего слегка потерявший от боли рассудок питомец болезненно завопил. Ехавший все это время на спине крылатого льва Чучжинфань сильно побледнел от такой резкой смены событий. На нем тут же активизировалась духовная броня шестого ранга, а сам он в панике произнес заклинание ледяной кристальной брони, защищая ею себя и своего крылатого льва. Чую и удивился такому развитию боя, ошарашенно уставившись со стороны на удивительную уничтожающую формацию ледяного огня. Только когда Чучжинфань выкрикнул просьбу о помощи, Чую и пришел в себя и тут же приказал своему фиолетовому сынила преодолеть уничтожающую формацию и вытащить из нее напарника. Уничтожающая формация ледяного огня обладает свойством блокировать попавших в ней. Если Чучжинфань фиолетовый сынила еще смог спасти, то крылатому льву помощь он уже не мог. Без поддержки духовной брони шестого ранга его хозяина, а также ледяной кристальной брони, крылатый лев не смог выстоять под мощью уничтожающей формации. Мех на его теле в мгновение ока превратился в черный пепел, в то время как кости оказались насквозь заморожены. Уничтожающая формация просуществовала недолго, но за это короткое время крылатый лев громового меча полностью потерял всю свою боевую мощь и бессильно рухнул на землю. Зрители молча созерцали это со стороны, бросая на Ециньцзы неторопливую и хладнокровную прекрасную девушку полной неверия взгляды. Такая-такая-такая мощная демоническая фея с широко открытыми глазами пропищала Чуси. Несколько дней назад, впервые встретив ее, Чуси тихо проклинала эту девушку завидуя ее красоте, про себя прозвав простой цветочной вазой, и для нее оказалось неожиданностью то, что ее духовные питомцы обладают настолько страшную боевую мощь. Тупой, бесполезный идиот. Он не сумел определить то, что эта демоническая фея льда и пламени воспользовалась силой воли элементарий, и тупо кинулся в лобовую атаку. Неужели он считал, что этот проклятый лев способен мгновенно убить элементального духовного питомца статуса командир седьмого ранга? Как только Чу Ян увидел, как духовный питомец Чу Джин Фаня потерпел сокрушительное поражение, он настолько разозлился, что на его лице затряслись бакенбарды. Старик Чу Ян, не будь слишком придирчив, его смертельной ошибкой стала именно недооценка врага. Кроме того, не забывайте о его небесной демонической лозе, посмеиваясь произнес старый Ту. Из-за напоминания старейшины лицо Чу Яна снова потемнело. Если бы не сидящий рядом старый Ту, он бы уже давно не сдержался и с помощью своих духовных исследований напомнил этому идиоту обратить внимание на свою небесную демоническую лозу. Да, Чу Ян был зол, но сильнее разозлился Чу Джин Фань, который оказался на грани получения раны от формации феи, и сейчас, в порыве гнева, он стальным тоном приказал своей небесной демонической лозе атаковать уже раненую демоническую фею. Прочные стремительные небесные лозы вырвались из земли. Увидев, кого сейчас этот идиот деле приказал атаковать своей небесной демонической лозе, Чу Ян чуть не потерял сознание от гнева. Не успели зрители до конца прийти в себя после появления уничтожающей формации ледяного огня, как следующая сцена снова ошеломила всех. Всего появилось четыре небесных лозы, но когда они вырвались из-под земли, они не атаковали демоническую фею, а вместо этого, словно ядовитые змеи, бросили прямиком вверх, обрушив жестокие удары на зависшего в небе фиолетового сынла. Четыре небесные лозы ударили по телу фиолетового сынла, из-за чего он, вместе с Чуджинфанем рухнули на землю, оставив в месте падения большой кратер. Благодаря наличию духовной брони и ледяной кристальной брони, небесные лозы оставили на теле Чуджинфаня лишь несколько крафточащих царапин. Однако защита фиолетового сынла была всего лишь на седьмом ранге, получив четыре мощных удара, будучи практически беззащитным перед ними, да еще и подвергшись эффекту кровавого захвата небесных лоз, даже несмотря на то, что он смог подняться на ноги, его жизненные силы оказались невероятно слабы. Ты, что ты делаешь? Увидев плохое состояние своего духовного питомца, лицо Чуюе тут же покраснело от гнева, и он взревел на Чуджинфаня. Я больше не могу контролировать свою небесную демоническую лозу. Чуджинфань поднялся и только теперь внезапно понял, что сознание его небесной демонической лозы в этот момент находится в хаосе. Это странное событие произошло на поле боя, но до последнего момента никто так и не понял, что произошло. Как мог эксперт молодого поколения такого уровня совершить настолько глупую ошибку уровня любителя? Пора начинать зачистку. Одновременно посмотрели друг на друга Чуму и Ециньцзы. И он и она хорошо понимали, как нужно пользоваться появляющимися возможностями. В тот момент, когда все пытались разобраться в этом странном происшествии, они отдали своим духовным питомцам ряд команд. Прозвучало заклинание феи ледяного воздуха и 40 ледяных мечей полетели в сторону огнекрылой птицы, которая была занята пурпурным зверем. Водяные щупальца. Из земли стремительно поднялись водяные щупальца. Они были похожи на бесчетное количество цепей и веревок, которые быстро связали оказавшегося на земле фиолетового сынла. Водяные щупальца достаточно жесткие, но при этом гибкие, поэтому даже сильным духовным питомцам было очень тяжело избавиться от этого препятствия. Огнекрылая птица боится техник ледяного атрибута. Под ударами 40 ледяных мечей ее буквально снесло к земле, где она приземлилась рядом с опутанным бесчисленными водными щупальцами сынла. Увидев приземлившуюся рядом с сынла огнекрылую птицу, Ециньцзы тут же подумала о том, что ее пламя может уничтожить водяные щупальца. Мгновенная заморозка. Тем не менее, в тот момент, когда Ециньцзы уже хотела приказать своей демонической фее заморозить щупальца, фея ледяного воздуха чуму использовала заклинание мгновенной заморозки, которое для нее практически не требовало времени на сотворение. Она быстро покрыла водяные щупальца водной луны слоем ледяных кристаллов черного льда, что решило проблемы с пламенем огнекрылой птицы, которое могло спасти фиолетового сынла. На спокойном лице прекрасной Ециньцзы появилась красивая улыбка. Сразу понятно, что она очень одобряла подобное боевое взаимодействие со стороны чуму. Чжанье. Восстановление. Наиболее распространенное и привычное состояние для Чжанье в бою, это сплошь покрытое ранами тело. В этот раз сражение с носорогом света седьмого ранга не оставило на нем ни одного кусочка черной хитиновой брони. Находящийся практически на грани смерти низкоуровневый Чжанье внезапно утробно сердито заревел. После этого в краткие сроки все его раны, разорванные мышцы и сухожилия покрыла зеленая секреция. В тот короткий промежуток времени, который у носорога света ушел на то, чтобы использовать технику, его сильно израненное тело чудесным образом исцелилось. Удар рога света. Ослепительное золотое сияние сформировало массивный рог света, который ударил в то место, где стоял Чжанье, а после взорвался. Сразу после завершения восстановления Чжанье оправился от своего плохого самочувствия. Его силуэт неожиданно размылся от его скорости, и он смог выйти за пределы радиуса атаки удара носорога света. Когти Чжанье не смогли пробиться сквозь тяжелую броню носорога света, поэтому Чуюэ полностью игнорировал существование Чжанье, но у последнего было смертельное оружие, которое может проигнорировать защиту. Шипы черной брони. Благодаря технике восстановления Чжанье не боится атак носорога света. Как только вражеское разноцветное тело приблизилось к нему, тигроподобное тело Чжань начало скрепить под действием атрибута насекомого, и вот уже вражескую атаку встречают множество черных шипов, появившихся на спиной броне питомца. Темная эрозия. Темная эрозия темного типа питомца тут же начала расширяться вглубь полученных носорогом света ран, быстро заражая большую часть его тела. Атаки Чжанье практически бесполезны против носорога света, но страшные когти Мосе против него смертельны. Мелькнуло ее серебряное тело. Для нее нет нужды использовать королевский пламенный коготь с одним лишь эффектом полного оборудования шестого ранга, сейчас преобразившегося в духовные когти. Сила атаки ее когтей достигла практически восьмого ранга. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы прорваться сквозь подвергшуюся эрозии броню носорога света. На теле носорога света появилась ужасная рваная рана, которая распространилась на незащищенной броней участке, отчего в воздух полете брызги малиновой крови. Глава 264. Азарт заморозка. Когда на землю пролилась кровь, завершилось заклинание демонической феи. В мгновение ока питомца окружил пробирающий до костей холодный воздух, из-за которого окружающая температура резко упала, а земля покрылась толстым слоем иния. Техника заморозки седьмого ранга ударила прямиком в огненную фею. Она собиралась использовать воспламенение, чтобы помочь освободиться фиолетовому сынула, но страшная заморозка окутала и вторглась в ее тело, из-за чего ее пламя потухло. Воздух наполнили кристаллы черного льда. Способности в ледяном атрибуте демонической феи были явно выше, чем у той же феи ледяного воздуха. Ее страшная заморозка не только потушила пламя огненной феи, но и продолжила распространяться в сторону, поставив под угрозу совершенно испуганного и растерявшегося Чуюе. Мощная боевая сила демонической феи льда и пламени потрясла весь стадион. Даже Учума уважение к способностям Яцензе перешло на совсем иной уровень. Что касается Чуюе и Чуджинфаня, их лица посерели. Они беспомощно наблюдали за тем, как один за одним их духовные питомцы получают тяжелые ранения, и у них не осталось сил сопротивляться. Перемены в ходе боя битвы можно назвать только быстрыми и странными. С самого момента применения уничтожающей формации демонической феи молодой леди, духовные питомцы Чуюе и Чуджинфаня за короткое время получили очень тяжелые раны. Весь процесс, вероятно, занял меньше половины минуты. Когда пурпурный зверь отправился Нила в мир грез, на поле боя остались только духовные питомцы Чуму и Яцензе. Тем не менее, до сих пор ученики клана великих Чу, в том числе и Чуюе и Чуджинфань, не могли понять, как мог этот бой завершиться столь странным образом. А не они смогли одолеть Чуюе и Чуджинфаня, Чуси оказалась полностью ошеломлена. Тот факт, что Чуму и Яцензе смогли выиграть три раунда, уже был поразительным с точки зрения Чуси, но она никогда бы не подумала, что эти двое неизвестных смогут победить двух высокоуровневых экспертов молодого поколения, Чуюе и Чуджинфаня. Высокоуровневым экспертом молодого поколения нелегко найти себе противников в своих регионах. С другой стороны, в регионах обычно расположены огромное количество городов и поселков, в которых проживали десятки тысяч дрессировщиков духовных питомцев. Достичь и удержать первенство из-за этого становится крайне непростой задачей. Чусянь пришла из города восьмого ранга, поэтому Чуси думала, что Чуму будет максимум отличным специалистом своего города, не выше. Тем не менее, исходя из развития этого боя, можно наверняка сказать, что Чуму также является высокоуровневым экспертом. Стоявшая рядом с Чуси Чусянь так и вовсе до сих пор не отошла от шока победы Чуму. Ей даже в самых странных снах не могло присниться, что тот, над кем смеялся весь город Ганло, в один прекрасный день одолеет высокоуровневого эксперта клана великих Чу. Поле боя погрузилось в тишину. Вообще-то, в теории, столь быстро завершить бой должны были Чую и Чуджинфан, которые могли бы с гордостью показать свои результаты всем присутствующим. Однако реальность была как раз противоположной. Чую и Чуджинфан были быстро подавлены двумя безымянными мелкими пешками. Эта сцена была похожа на то, словно два кролика убили двух львов. Помимо шока в ней есть доля бессмысленного юмора, но сейчас именно такую странную сцену наблюдали сотни людей. Хе-хе. Оба ваших маленьких ученика слишком сильно недооценили своего противника. Смех старого ту разбил воцарившуюся на поле боя тишину, эхом разлетаясь по нему. Даже после этого выражение Чуяна осталось слишком жестким. На самом деле, с того момента, как Мусе взяла под свой контроль небесную демоническую лозу, Чуян уже догадался, что этот матчим не выиграть, но он никогда бы не подумал, что оба его ученика, которыми он так сильно гордился, будут повержены так быстро. Во времени не прошло и пяти минут активного боя. Если в парных боях дрессировщиков духовных питомцев закончить бой за десять минут, это уже будет значить, что между сторонами существует значительная разница в силе. Но вот возможность закончить бой меньше, чем за пять минут уже говорит о том, что стороны даже не на одном уровне. Молодой эксперт высокого уровня, они проиграли двум неизвестным, и сейчас Чуюэ и Чу-джинфань сгорали от стыда. Сейчас для Чу-джинфань ситуация оказалась еще более смущающей, чем в тот раз, когда он проиграл одним против трех. В его глазах застыло нескрываемое негодование, которое охватило его разум, но после он злобно посмотрел на чуму. Ты-ты-ты просто воспользовался силой этой девушки, чтобы победить нас. Если мы сразимся по-настоящему, ты будешь никем, пылью предо мной. Чу-джинфань наконец не смог сдержать своего негодования, и сейчас высказал все это лишь с расчетом на то, что это единственный способ вернуть его лицо. Чу-юэ в целом не ошибся. Многие люди и сами видели, что изюминкой боя стали, безусловно, не действия чуму, а мощный духовный питомец ледяного типа Ециньцзы. Способности демонической феи в контроле ледяного атрибута превзошли таковые у феи ледяного воздуха, тогда как контроль огненных техник превысил возможности той же огненной феи восьмого ранга. Одной уничтожающей формацией ледяного огня она почти мгновенно убила крылатого льва седьмого ранга. Я хочу сразиться с тобой, даже если у меня нет главного духовного питомца. Сердито сказал Чу-юэ, указав на чуму. Мои стандарты для азартных боев довольно велики, медленно произнес чуму спокойным взглядом, посмотрев на едва сдерживающего себя Чу-юэ. Чу-юэ, заткнись, ты проиграл, почему бы тебе уже не убраться с поля боя. Чу-ян еще сильнее разгневался. В этот самый момент он уже начал догадываться о том, что эти неизвестные очень непростые дрессировщики и, вполне возможно, представляют в этих боях старого Ту. Ай, старик Чу-ян, давай не будем вмешиваться в дела молодежи. Если они хотят поиграть, то пусть поиграют. Старый Ту немедленно воспрепятствовал Чу-яну. Конечно же старый Ту знал истинную личность чуму. Увидев, как Чу-юэ бросает вызов чуму, предлагая сразиться лично, он про себя посмеиваясь подумал. Этот ученик Чу-яна действительно крайне неудачлив. Лицо Чу-яна снова почернело, про себя начав проклинать. Этот старик действительно злодей. Он не только тайно позволил двум внешним членам клана присоединиться к соревнованию, но даже не сказал мне об этом, когда они встретились с моими учениками. Это похоже на то, словно он намеренно решил вмешаться в соревнования. Старый Ту действительно умышленно нарушил честную клановую конкуренцию. В последнее время многие старейшины и учителя из внешних ветвей клана оставались вне клана великих Чу, их постоянно игнорировали и оставляли неизвестными, даже повергая несправедливому давлению. Старый Ту хотел преподать урок подобным Чу-яну подлецам. Я ставлю чистый кристалл седьмого ранга двойного атрибута, огненного и звериного, стоимостью 2 миллиона монет. Предлагаю тебе поставить ту духовную броню пятого ранга, что ты ставил в прошлый раз. Ты можешь призвать любого духовного питомца. Так как мой главный духовный питомец ранен, я использую только одного духовного питомца, чтобы сразиться с тобой. В момент своего опрометчивого поступка Чу-юэ совершенно не обратил внимания на слова своего учителя. Неинтересно, ответил Чуму. Сказав это, он произнес заклинание, и вытащил духовную броню шестого ранга, что сейчас была с ним духовно связана, а также вытащил духовный кристалл седьмого ранга ледяного атрибута. Бросив эти сокровища на землю, он произнес. Я ставлю духовную броню шестого ранга, а также духовный кристалл седьмого ранга, который ты проиграл мне в прошлый раз. Твоей ставкой я хочу видеть духовную броню шестого ранга, что сейчас на тебе, а также плод вечной крови. Что касается боя, я буду контролировать одного духовного питомца, ты же можешь призвать столько, сколько хочешь. Я буду контролировать одного духовного питомца, ты же можешь призвать сколько хочешь. Чудзя едва можно назвать экспертом этого клана, но в большом мире он был слишком ничтожен. Но вот Чую уже является экспертом высшего уровня. Во всем западном царстве найдется не так уж много людей, кто посмеет бросить ему такие слова. Высокомерный до предела. Безупречные и в то же время высокомерные слова Чуму потрясли учеников клана Чу, и даже Чи Ян, как учитель, с широко открытыми глазами уставился на него, совершенно не ожидая того, что этот парень будет настолько надменен. Старый Ту открыл рот. Изначально он думал, что этот сын Чу Тиньмана просто хочет получить немного лишних денег. Он не ожидал, что этот ребенок захочет полностью унизить Чую. Не слишком ли он зол на него, раз хочет такого? В этот момент старый Ту уже вздохнул и покачал голову, думая про себя. Чую, а Чую, это же просто огромная ловушка, в которой ты погрязнешь навсегда. Тебе лучше как следует все обдумать. Если ты прыгнешь в нее, у тебя не будет пути назад. Невероятная дуэль. Чуму выставил сокровищ суммой около 7 миллионов золотых монет, превратив грядущий бой в экстравагантную авантюру. Ученика клана Чу, сидящие на зрительских местах, и сами прониклись огоньком этой авантюры. Независимо от того, будет ли эта игра интересна, или нет, уже одной ставки в 7 миллионов золотых достаточно для того, чтобы шокировать их. Не говоря уже о том, что это будет бой, где безымянный парень будет контролировать одного духовного питомца, против трех духовных питомцев высокоуровневого эксперта Чую. Осмелишься ты или нет, выбор остается за тобой. Плод вечно крови для меня не составит труда заполучить, но я не позволю вам издеваться над моей двоюродной сестрой. Чуму одарил Чую ледяным взглядом. Плод вечной крови стоил 3 миллиона золота. У такого мусора, как Чуцзя, не может быть таких денег, поэтому он может получить его только от Чую. Во все эти события вокруг плода вечной крови точно замешаны Чую, поэтому Чуму обязан заставить его заплатить по заслугам. Чуму – цепочка шокирующих событий повлияла на разум Чусянь. Особенно тогда, когда Чуму упомянул плод вечной крови, Чусянь почувствовала, как ее сердце задрожало. Совершенно неожиданная победа, а также демонстрация силы, выходя против эксперта высшего уровня. Уже довели Чусянь, но последнее предложение словно пробудило ее. Чуму все это делает ради того, чтобы защитить ее. В этот момент Чую оказался полностью подавлен внушительной манерой Чуму. Дело с плодом вечной крови действительно было провернуто по его указаниям, но как он может признать это в сложившейся ситуации? 4. Почему бы мне не отважиться на это? Когда это я, Чую, кого-либо боялся? Я не нуждаюсь в том, чтобы ты контролировал только одного питомца. Сейчас его окружали множество учеников клана Чу, и он не мог пред ними потерять свое лицо. Он тут же попытался предложить Чуму бой 3 на 3. Чуюэ, принимай битву на его условиях. Чуян решительно отправил свои слова в голову Чуюэ. Учитель, но если он будет контролировать одного, то даже если я выиграю, Чуюэ уже собирался объяснить, но. Меньше пустой болтовни, принимай бой. Ты идиот, если он будет контролировать троих, ты без всяких сомнений лишишься всего. Строго сказал Чуян. Последние слова Чуяна уже сказано, поэтому Чуюэ больше нечего возразить. Переполненные негодования, он мрачно подумал. С этими духовными питомцами Чуму, без поддержки Ециньцзы, даже один мой духовных питомец справится за 3 минуты. Совершенно нет нужды биться тремя против его одного. Хорошо, когда я, Чуюэ, кого-то боялся. Я согласен провести сейчас азартный бой на твоих условиях. Сейчас Чуюэ больше всего одержим сохранением своей чести, поэтому-то он и бросил столь пафосную фразу. Глава 265. Геноцид азартный бой со ставкой в 7 миллионов золотых монет. Изначально это было обычное внутриклановое соревнование, поэтому никто не ожидал, что битва между командой Чуюэ и командой неизвестных из боковой линии перерастет в их личную дуэль с настолько грандиозной ставкой. Если занять одно из трех первых мест на соревновании, то получишь чуть больше 5 миллионов монет. Поэтому этот бой очень важен и значителен. Я смиренно прошу о том, чтобы великий старейшина и учитель выступили в качестве судей в этой битве. Чуюэ снял со своего тела броню 6-го ранга, после чего обратился к великому старейшине и Чуяну. Е Цинь Цзэ было интересно развитие этой ситуации, поэтому она помогла Чуму и отнесла его духовную броню и духовный кристалл 7-го ранга к Чуяну и старейшине, положив перед ними эта ловушка, и он с радостью прыгнул в нее. Старый Ту внешне выглядел благосклонно, но в своем сердце он с радостью злорадствовал над постигшей Чуюэ бедой. Очень скоро лица Чуяна и его учеников сильно помрачнеют. Старый Ту самый старший среди присутствующих сегодня на этом поле боя, и он занимает самое высокое положение. Убедившись в том, что оба сняли свою духовную броню, старый Ту сказал, раз все так сложилось, то начинайте, остальные могут уйти. Е Цинь Цзэ отозвала своих духовных питомцев и медленно покинула поле боя. Раненый Чучжин Фань принял немного лекарств, и поняв, что между Чуюэ и этим отрепьем уже начинают лететь искры, поэтому он тут же отозвал своих питомцев и в спешке покинул поле боя. Теперь обе стороны могут призвать ваших духовных питомцев, великий старейшина посмотрел на Чуяна, и убедившись, что он дает согласие, начал руководить началом дуэли. В одиночку Чуюэ могут одолеть только Мосси и Белый Кошмар, поэтому вполне естественного то, что против него выступит Мосси. Она спрыгнула с плеча Чуму, все еще поддерживая свой жалкий вид, она молча стояла на поле боя. Ее крошечный вид буквально очаровывал людей, особенно ее девять пушистых хвостов, покачивающихся вокруг ее тела. Все ее естество взывало у людей к желанию подойти и прикоснуться к ней. Выбранная для сражения малышка Мосси удивила всех присутствующих. Неожиданно Чуму оказался слишком наглым. Все считали, что у Чуму есть и другой сильный духовный питомец, и никто не ожидал, что он отправит эту малышку в бой против высокоуровневого эксперта Чуюе. Разве это не слишком абсурдно? Увидев маленькую лису Чуму, на лице Чуюе отразилась озадаченность. Он не смотрел на питомца Чуму свысока, так как понимал, что если бы этот питомец не был сильным, то его не отправили бы в бой против него. Что усложняло выражение лица Чуюе, это то, что он не знал, что это за духовный питомец и оттого не понимал, какие у нее способности. С долей неловкости Чуюе взялся за призыв собственных духовных питомцев. Фиолетовый сын Ла оказался в ловушке грез пурпурного зверя, и сейчас, очнувшись, он остается в нормальном состоянии. Поэтому Чуюе не стал его менять, оставив в бою. Зачитывая заклинания, Чуюе одновременно призвал двух духовных питомцев. На полу раскрытых ладонях парня разгорались два сияния разных цветов, и как только он полностью раскрыл ладони, на них появились две печати духовного призыва. Постепенно они сошли на землю по обе стороны от его тела. Воздух пронзила темная аура, появившаяся из черной печати призыва. В ней стали проявляться словно окрашенные в насыщенные черные чернила угловатые доспехи, а затем даже с виду выглядящие мощно и энергично четыре конечности и длинный, сегментированный хвост черного цвета. Хоу. Боевой зверь Мои медленно появился из печати, и в воздухе во все стороны разошла смешанная аура жестокого звериного атрибута и таинственного темного, волнами окутывая округу. Клан Чу всегда славился своими бронированными и рогатыми духовными питомцами. Боевые звери Мои очень часто встречаются в спящей долине Ваньдуань, поэтому практически каждый ученик клана великих Чу владеет таким питомцем. Первый уровень седьмого ранга – боевой зверь Мои. У этого боевого зверя Мои очень сильная и обширная аура. По нему видно, что он прошел через усиление. Скорее всего это мощный духовный питомец, который ничем не уступает трем основным духовным питомцам, что сражались до него. Из другой печати призыва медленно выплыла фея хаотичной молнии, окруженная холодным воздухом. Вокруг ее тела непрерывно мерцали хлысты пурпурных хаотичных молний, которые иногда били в землю возле нее. Пятый уровень шестого ранга – фея хаотичной молнии. Все три духовных питомца призваны, в том числе и основной духовный питомец – фиолетовый сынла с отличной подготовкой, которого практически нереально победить обычному, не прошедшему усиление духовному питомцу ниже шестого уровня седьмого ранга и статуса командир. Чуму, ты действительно хочешь, чтобы против них сражалась эта маленькая лиса? Спросила растревоженная и испуганная Чусянь. По правде, неважно какого духовного питомца призовет Чуму, это не снимет напряжение Чусянь. Ее и так удивило то, что Чуму собирается сражаться против Чу Юэ. Более того, это был одиночный контроль против тройного контроля. Среди всего клана великих Чу, только один единственный человек может совершить такое, а именно самый сильный эксперт молодого поколения – Чу Кэ. Имым, старшая сестра может расслабиться, кивнул Чуму. Стоявшая в это время возле Чусянь, Ециньцзы сосредоточенно смотрела на королевскую лису. Честно говоря, Ециньцзы и вправду хотела увидеть боевую мощь духовного питомца Чуму, что способен посоперничать с монархами. Состязание начинается, громко провозгласил старый Ту. Как только раздался его голос, Чуму решительно отступил. Без защиты духовной брони шестого ранга Чуму должен быть особенно осторожен. В противном случае, он может пострадать или даже умереть под атаками духовных питомцев Чу Юэ. Так как у его противника только один духовный питомец, Чу Юэ нечего бояться. С самого начала он приказал своему Сыньло взлететь и зайти к Чуму с тылу. Мося подняла голову, и ее взгляд быстро зацепился за летящего фиолетового Сыньло. На его теле по-прежнему оставались раны от четырех небесных лоз. И сейчас в полете тело этого духовного питомца еле заметно покачивалось. Фея хаотичной молнии протяжно закричала. Быстро появились кольца хаотичных молний, которые окутали своими горячими неконтролируемыми разрядами тело Сыньло. Фиолетовый Сыньло контролирует гром и силу молний. М. Применением на его теле кольца хаотичных молний на его крыльях и туловище засиял ослепительный свет замелькавших хаотичных молний. Цепь хаотичных молний Чу Юэ отдал приказ своему духовному питомцу. Часто взмахивая в полете своими крыльями искрящиеся зарядами глаза Сыньло сосредоточились на Чуму. И тут же он использовал технику цепи хаотичных молний. В воздухе появилась великолепная цепь молний пурпурного цвета и резко направилась к месту расположения Чуму. За собой она неожиданно оставляла след из слегка покрасневшего черного дыма. Девятихвостый веер Мусе находилась недалеко от Чуму. Увидев, как к нему сверху приближается цепь хаотичных молний, лапы Мусе тут же окутались королевским пламенем. Она легким прыжком оказалась в воздухе, после чего ее пушистые хвосты внезапно раскрылись, превратившись в своеобразный девятихвостый веер, который крайне точно ударил по ветвистой цепи хаотичных молний. Раскрывшиеся девять хвостов словно разбившуюся цепь нарушили и смели технику цепь хаотичной молнии, сила которой достигает седьмого ранга. Потеряв свое первоначальное направление атаки, она упала на землю. Сожги. Ву-ву-ву серебряные глаза Мусе окрасили в огненно-красный цвет. И в том месте, куда падал ее взгляд, расцветало великолепное и одновременно устрашающее пламя. Мусе управляет двойным королевским пламенем, даже если она использует самую простую и распространенную технику огненного атрибута. Воспламенение. Ее мощь все равно достигнет как минимум седьмого ранга силы. В тот момент, когда Мусе протяжно завыла, пламя в воздухе резко расширилось и чрезвычайно великолепный огненный свет мгновенно осветил все поле боя. Эффекты воспламенения вспыхнули как раз над головой фиолетового сынла, очевидно, отрезая ему возможность взлететь выше. Королевский пламенный иллюзорный коготь. Мусе могла бежать по воздуху лишь примерно дюжину секунд. Каждый раз, когда ее лапы отталкивались от воздуха, было четко видно, как из-под них, словно водная рябь, во все стороны расходятся волны горчего воздуха смешанного с королевским пламенем. Хотя пламенный танец достаточно существенно ограничивал скорость Мусе, даже с этими ограничениями скорость ее передвижения была не тем, с чем мог сравниться с Энла со своими способностями. За несколько секунд атакующая Мусе догнала фиолетового сынла. Иллюзия. Во время ее наступления ее фигура расплылась и разошлась в стороны четырьмя совершенно одинаковыми серебряными силуэтами. Королевский пламенный коготь. Быстро проявились эффекты полного духовного оборудования шестого ранга, которое превратилось во множество звезд, окутавших когти Мусе. И хоть коготки Мусе были коротки, но они несли в себе ужасающую мощь и силу кромсания и сжигания. Несмотря на то, что они использовались при сохранении техники жалость, атаки Мусе все равно достигли восьмого ранга. Поэтому у фиолетового сынла седьмого ранга не было и шанса защититься от атак четырех когтей седьмого ранга. С силой и скоростью монарха, в сочетании с полноценным духовным оборудованием шестого ранга. Не обладая защитой восьмого ранга четырем атакам такого уровня просто невозможно противостоять. Четыре королевских пламенных когтя практически одновременно пронзили тело фиолетового сынла. Два огромных разреза прочертили его пурпурные крылья, покрытые мерцающими молниями. А затем оба уже поврежденных крыла фиолетового сынла быстро превратились в пепел из-за проникшего в них двойного королевского пламени Мусе. Два других пламенных когтя были нацелены не на жизненно важные органы сынла, а ударили прямиком по его задним лапам. Обе крепкие лапы моментально отрезало от тела, и уже через секунду от них остался только пепел. Из-за моментальной потери крыльев из задних лап сынла жалобно взвыл от боли. Словно окутанный фиолетовыми молниями столб он рухнул на землю поля боя, пропахав своим телом глубокую борозду. Моментальное убийство, грохот и дрожь от падения непрерывно разнеслись по всему полю боя. В то же время вне поля боя воцарилась гробовая тишина. Никто не проронил и звука. Окова ветряного дракона нарушил тишину именно на голос чуму, использовавший свою технику, которая беспорядочными штормовыми потоками ветра окружила его тишину.